Привет, я Солдатик. Знаете ли вы, что донаты на вайфу стали проблемой для всего интернета? На просторах сети 2D-Tian разрушают жизни людей. Но вам не нужно быть супергероем, чтобы дать отпор. Ваша суперсила просто сказать «нет». Когда вам предлагают наролить тян, отвечайте. Солдатик сказал, донатить на вайфу не круто. Если ролить вайфу это не круто, то я самый некрутой обр**к на планете. Пошел на... Многие из вас уже могли видеть эту инфографику. Исходя из нее, Genshin Impact за первый год своего существования принесла больше прибыли, чем Fortnite и GTA 5 в первые годы своих релизов. Как спрашивается, это произошло? В качестве простого ответа можно услышать следующее. Китайцы взяли Breeze of the Wild, вытряхнули из нее всю душу, ставили на ее место манипулятивные механики для выкачки денег и обернули все это в аниме. А вернее, Дунхуа стилистику. Эдакая дешевая китайская копия легенды о Зельде для широких масс. Тривиальная история нетривиального по своим размерам успеха. Вот только такого рода объяснение неверное, и с ним есть сразу несколько проблем. Во-первых, Genshin Impact совсем не дешевая игра. Ее разработка стоила дороже, чем разработка третьего Ведьмака, даже с учетом инфляции. Где тут дрын какой-нибудь? Во-вторых, подражание Батве не гарантирует вообще ничего. Винбаун копировала Зельду, Ocean Horde 2 копировала Зельду, Immortal Phoenix Rising копировала Зельду. Про какие-то из них вы точно слышали, но ни одна из них и близко не приблизилась к тому уровню популярности, которую сейчас имеет Геншин. Следовательно, одного копирования мало. В-третьих, неправильно сравнивать детища Ми Хо Йо с плеядой проектов, которые выходят раз в несколько лет и задают тренд. Ну, знаете, все эти мобы, королевские битвы, поиски амогусов, ведь Геншин Импакт не породила какого-то тренда. Она скорее является частью уже существующего. Да и ни одна из ее механик в отдельности не является хоть сколько-нибудь инновационной, равно как и не может объяснить феномен успеха проекта. Задача, поставленная перед разработчиками изначально, заключалась в том, чтобы наделить игру качествами, которые наверняка увлекут многомиллионную аудиторию, а следом замотивируют ее платить деньги, годами и много. Без преувеличения разработчикам удалось воспроизвести формулу гарантированного хита. И самое удивительное, при подобном сухом расчете и фокусировании на прибыли, Геншин уж никак не получится назвать плохой видеоигрой. В ней чувствуется искреннее старание, мотивированное чистой, как слеза младенца корыстью, но все же старание. Еще раз. Корысть. Означает страсть к наживе и жадность к деньгам. Два слога и семь букв, которые не пропустило бы техническое задание, на случай, если вы уже начали задаваться вопросом о проплаченности этого материала. Так вот. Это видео будет интересно в первую очередь тем, кому любопытно вместе с нами разобраться, как устроена эта игра. Наша цель — рассмотреть составные части проекта беспристрастно. Настолько, насколько это получится. Глазами людей, которые толком ничего про Геншин ранее не знали, разбирались на ощупь и не являются целевой аудиторией проекта. Нам стало интересно, как разработчикам удалось сбалансировать манипулятивные механики и остальную игру, какими инструментами они воспользовались и, что важнее, какими они не воспользовались. В чем китайцы скопировали другие игры, в чем не стали, а что даже постарались улучшить. Короче говоря, поговорим о том, что Ми Хо Йо сделала правильно, и почему ее проект забрался так высоко. Разговор получится сумбурным, вероятно, самым сумбурным на этом канале, потому что иначе говорить о Геншин Инпакт просто невозможно. Настоятельно рекомендуем не перематывать видео, поскольку одни микротемы будут перетекать в другие. Впрочем, дело хозяйское, пусть это будет под вашу ответственность. Приступим. Гатча, игры, штука, в общем-то, не новая для индустрии. И хотя до появления Геншин Инпакт на постсоветском пространстве гатча была не настолько широко распространена, но в мире у многих геймеров уже есть богатый опыт сливания денег на ПНГ-картинки с красивыми девочками в капроновых колготках. Да, внезапно это крайне прибыльное занятие для разработчиков и одновременно очень затратное хобби для всех прочих. Если забежать сильно наперед и попытаться измерить глубину кроличьей норы, то получится, что за одного пятизвездочного персонажа можно потратить что-то в диапазоне от 0 до 124 долларов. А если есть желание его полностью прокачать, открыв все пассивные навыки, то диапазон этот будет уже от 0 до 1500 долларов. По идее, у вас есть шанс всё получить бесплатно, но по факту у вас также остаётся огромное пространство для инвестиций. То есть зарплата у вас в таком случае должна быть точно больше 100 тысяч рублей, чтобы получать одного прокачанного пятизвездочного героя и ещё что-то оставалось на прочие мирские расходы. Потому советуем обратить внимание на курс «Белый хакер» от Skill Factory. Зарплаты специалистов по кибербезопасности как раз начинаются от 120 тысяч рублей и могут достигать 10 тысяч долларов, что равняется шести полноценным пятизвёздочным героям в Genshin Impact. В задачи белых хакеров входит поиск уязвимостей в программах и приложениях, защита систем и личных данных пользователей. Короче говоря, нужно делать почти всё то же самое, что и хакеры, но без проблем с законом. Курс отлично подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже имел опыт работы в IT-сфере ранее. Студенты школы освоят программирование на Python, написание скриптов на Bash и SQL, а также отработают навыки взлома и кибератак на специальных виртуальных машинах, которые имитируют компьютеры, серверы и телефоны. Часть обучения проходит в игровой форме, устраиваются так называемые CTF-соревнования. Это игровой формат, где студенты работают в команде или индивидуально. Главная цель — захватить флаг и получить очки. Опыт участия в таких соревнованиях очень ценится работодателями. Менторы, эксперты из индустрии будут отвечать на все вопросы и делиться своим ценным опытом. Обучение проходит онлайн, поэтому материалы можно осваивать в комфортном темпе, доступ к ним остаётся навсегда. Удобно совмещать с работой и игрой в Genshin Impact. После завершения курса студенты получают опыт, ценные знания и сопровождение в поиске работы от карьерного центра Skill Factory. Специалисты центра помогут составить резюме, подготовят к собеседованию и порекомендуют работодателям. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс «Профессия белых хакер» и становитесь крутым пентестером, чтобы заботиться о нашей безопасности. А по промокоду ТВГ получите скидку 45% на обучение. Из всех аспектов, о которых нам нужно сегодня побеседовать, начать хочется с презентации. С того, как Genshin подаёт себе геймеру. Вот вам неожиданная и на первый взгляд совершенно неуместная аналогия. Есть такая медицинская штука, называется аппарат Элизарова. Используется он для остеосинтеза. Если проще, для репозиции осколков, сращения костей, удлинения и выпрямления конечностей. Логика процесса заключается в том, чтобы, вот совсем грубо обобщая, сломать кость, если она не сломана, в нужных местах, следом зафиксировать её упомянутым аппаратом и постепенно растягивать, прикручивая гайки. Между обломками кости формируется так называемая костная мозоль, регенеративное тканевое образование, которое постепенно твердеет и превращается в кость. Звучит жутко, выглядит как нечто из художественного фильма Пела. Но куда важнее, что в конечном итоге данный метод работает и выглядит результат вполне нормально, если не было допущено ошибок. Вот с Genshin произошло что-то похожее. Игру намеренно и с пониманием процесса ломали в специфических местах, заполняя зазоры костной мозолью. Что мы имеем в виду? Мир Genshin Impact неожиданно убедителен в мелочах. Не реалистичен, а именно убедителен. Взять, к примеру, тени на персонажах. Они не генерируются в реальном времени на основе размещенных источников света. Разработчики заранее сделали несколько схем того, как должны ложиться тени на лицах героев в зависимости от времени суток и типа освещения. Таким образом, в Genshin не может возникнуть ситуации, при которой тень падает на персонажа как-то некрасиво. Как это бывает в той же Ботве. Следом, симуляция ткани и волос. Ее тоже по сути нет. Если вы хотите посмотреть, как выглядит физика волос претензии на симуляцию настоящей, то можете взглянуть на Horizon Zero Dawn. Дреды у Элой могут вести себя крайне непредсказуемо, порой даже забавно. Разработчики Genshin не пошли по этому пути, а сделали шаблонные анимации движений для всех персонажей и их костюмов, начиная от накида к юбок шляпок волос и заканчивая грудью. Практически невозможно столкнуться с ситуацией, при которой какой-то элемент одежды проваливается в модель героя из-за строптивого видеоигрового ветра. А ведь от этой болячки страдают даже крупные современные релизы. Перечислять подобного рода особенности можно долго. Если игрок заденет неигрового персонажа, то он, как правило, на это как-то отреагирует. Пусть однотипно, но они также реагируют и на попытку их атаковать, в отличие от одного проекта на релизе. А вот если вы видите, что персонаж, скажем, стоит в фонтане, то у этого обязательно будет внутриигровое объяснение. Со временем вы узнаете, что в тамошнем мире есть винокурни, заповедные зоны для разведения кабанов, между городами существуют дипломатические и торговые взаимоотношения, и все в таком вот духе. В каждом из вражеских лагерей будет костер, спальные места и ограды, а населяющие его NPC, в зависимости от времени суток, будут спать или развлекаться. На ключевых дорожных развязках и мостах могут встречаться стражники, магазины или исследователи. Вроде как все это не находится в динамике, и персонажи очень неохотно бродят по локациям. Но каждый из таких муляжей находится на своем правдоподобном месте. В довесок к этому все хоть немного важные диалоги озвучены, а геймера то и дело радуют катсценами, что изначально для мобильного проекта кажется чем-то совсем уж из ряда вон. К примеру, в начале прохождения есть момент, когда главному герою выдают книгу с инструкцией о том, как летать. Геймерские инстинкты подсказывают, что после этого игра предложит буквально читать книжку на манер тех, что были в серии The Elder Scrolls. Но совершенно неожиданно перед взором предстает приятно анимированный и озвученный видеоролик с замечательной музыкой. Геншин изо всех сил старается быть лучше и проработаннее, чем того ожидаешь от мобильной мультиплатформенной игры. Все перечисленное является такой вот костной мозолью из нашей аналогии, призванной скрепить искусственно сломанную кость. Но что же было сломано? Геншин предлагает геймеру путешествовать по миру не в одиночку, а в составе отряда из открытых на данный момент героев. Но на экране вы управляете всегда кем-то одним за раз, постоянно трансформируясь в нужного вам персонажа из отряда. Чем-то это отдаленно напоминает старый Might and Magic. Но в Геншин из-за такой своеобразной системы в игре постоянно возникает ситуация, когда управляемый вами герой по сюжету сейчас должен не с вами локацию пылесосить, а заниматься своими сюжетными делами в другом конце карты. Геймер то и дело будет обнаруживать себя в положении, когда он подбегает поговорить с сюжетным персонажем, управляя ровно этим же сюжетным персонажем. Либо в вашем отряде может вовсе не быть главного героя всей истории. Это выглядит странно и выбивает из погружения. Как же игра объясняет этот лудонарративный диссонанс? А никак. Все, что остается в такие моменты, так это крепко зажмуриться и смириться. Удивляет здесь не сам факт присутствия подобных условностей. Они есть везде. Как и в случае с аппаратом Элизарова, шокирует именно работоспособность данного подхода. Несмотря на все очевидные условности, которые обязаны выкидывать геймера из состояния потока, за счет проработки в мелочах, нарушения этого самого потока не происходит. И все это нагромождение детали уживается и работает в рамках, напомним, мобильной игры. Не стоит обманываться. Разработчики хотят ваших денег. Но из-за этого совершенно не следует, что они не стараются. Как раз наоборот, этим-то Genshin Impact так и опасно. Закрепим. Проект одновременно и предельно упрощен, и в то же самое время крайне детализированный в мелочах, с проработкой тех деталей, которых от мобильной игры с ее репутацией не ждешь. Последнее, что нужно делать при разговоре о Genshin, так это быть предвзятым. Нужно отнестись к этой игре очень серьезно, дабы каждый геймер знал, что его ждет, и каким образом эта игра может втереться сначала в доверие, а после в кошелек. Проекты есть за что хвалить, и на протяжении этого видео мы будем много этим заниматься. Но ни в коем случае не забывайте, что яркими и красивыми бывает в том числе и хищные растения. Продолжим. Мы уже не первый раз упоминаем мобильный гейминг, и кто-то может справедливо возразить, Genshin Impact вышла далеко не только на телефонах. Разумеется, это так. Но можно с высокой долей уверенности утверждать, что мобильное направление рассматривалось в качестве основного. Это, естественно, вызывало некоторые ограничения. Genshin Impact целиком и полностью построена на технических компромиссах, дабы соответствовать возможностям современных телефонов. Просчитывать физику объектов в реальном времени в рамках такого огромного открытого мира кажется невозможной задачей для мобильных устройств на данный момент, даже для самых мощных из них. А ведь Genshin рассчитан на массовость, следовательно, он должен был быть оптимизирован. Таким образом, техническое ограничение толкало разработчиков к тому, чтобы провести больше ручной работы, дабы не нагружать устройство необходимостью обрабатывать всё в реальном времени. У подобного подхода есть и обратная сторона. Довольно долгие загрузки. Но в данном случае это скорее необходимое зло. В нашем видео об эволюции паркура в видеоиграх мы, помимо прочего, рассказывали об интересном подходе Ubisoft к анимированию главного героя. Если совсем кратко, для тех, кто не смотрел или позабыл, то в «Принце Персии» 2003 года было 750 анимаций движений, а вот уже в «Assassin's Creed Origins» — около 15 тысяч. Всё из-за обилия переходных анимаций. Они были призваны связывать разные действия между собой, чтобы одни движения плавно перетекали в другие. В «Принце Персии» их требовалось меньше, ввиду линейности, и там все эти анимации записывались при помощи актёров. В «Истоках» же имеется огромный открытый мир с возможностью сбираться почти на всё подряд, а потому создание переходных анимаций там доверили нейросети. Называется эта технология «Motion Matching». В систему загружаются большие объёмы анимаций, записанных при помощи захвата движений. Нейронка обрабатывает эти данные, делит на составные части, и в зависимости от выбранного пользователем пути на ходу подбирает, какую часть фреймов показать в данный момент, в какую сторону повернуть голову, туловище, конечности. Разработчики «Genshin Impact», судя по всему, выбрали средний вариант. Например, когда персонаж бежит или спринтит, при остановке у него есть ощутимая инерция. А вот когда спринт переходит в атаку, или атака сбивается спринтом, то никакой инерции или переходной анимации уже нет. Вместе с тем расположение ног персонажей меняется в зависимости от рельефа, а у края уступа, или, например, рядом с NPC, подконтрольный персонаж повернет голову в направлении объекта потенциального интереса. Примерно то же самое, к слову, было и в последней на данный момент легенде о Зельде, с которой «Genshin» часто сравнивается, в том числе и в вопросе анимаций. В отдельных случаях сходство поражает. Как правило, на этом моменте должна начинаться загодя подготовленная тирада про плагиат, китайские копии и прочее. Копирует ли «Genshin»? В существенной степени — да, но сам по себе этот факт мало интересен. Куда интереснее и важнее, зачем копирование было сделано. На наш взгляд, тут имеет место обратный инжиниринг. Обратный инжиниринг подразумевает следующее. Предположим, вам нужно сделать портативную консоль или пылесос, а вы не знаете как. Тогда вы можете взять уже созданный кем-то проверенный продукт, разобрать его, понять принцип работы и наладить серийное производство уже у себя и своих материалов и компонентов. Разработчики из Михойо в качестве объекта обратного инжиниринга выбрали как раз «Breath of the Wild». Причина у этого достаточно простая. Игра отлично чувствовала себя на портативной Nintendo Switch. Для китайской студии это был чуть ли не единственный релевантный пример популярного проекта в открытом мире, который хотя бы теоретически можно было бы адаптировать под смартфоны. ничего ближе попросту не существовало. К тому же у Михойо не было опыта в создании таких масштабных опенвоудов. Чтобы понять, насколько они были далеки от этого, достаточно взглянуть на их прошлый проект. Хонкай Импакт В нем были потуги создать что-то подобное, но в куда как меньшем масштабе. А потому обратный инжиниринг стал закономерным выходом из ситуации. Разработчики занялись крайне детальным воспроизведением ботвы, стараясь не добавлять ничего кардинально нового, ведь одно неверное креативное решение могло бы все разрушить. Михойо лишь упрощала и избавлялась от системы механик, которые смартфоны бы попросту не вытянули. Самое существенное различие двух игр — степень взаимодействия с миром и физический движок. Если в Breath of the Wild стрела пролетит сквозь костер, то она загорится. Срубленное дерево можно использовать для переправы через ущелье, а созданный игроком пар позволит персонажу взлететь вверх на глайдере. Продолжать можно бесконечно, в этом плане мир последней Зельды поразительно живой. На этом строятся практически все загадки и боевая система. Увы, как раз продвинутого физического движка в Геншине и нет. Да, траву можно поджечь, а голубя подстрелить. Да, есть даже биомы, которые накладывают погодные эффекты на героев, но не более того. Взять те же потоки воздуха для полетов на глайдере — в Геншин их нельзя вызвать путем поджигания чего-либо. Вместо этого они или расставлены заранее в нужных местах, либо их можно вызвать при помощи сгустков воздуха, которые изредка летают по карте. Ловите такой сгусток, тащите его в нужное вам место и вуаля — у вас на короткое время из ничего появляется поток воздуха. Но работают эти волшебные сферы в очень малом радиусе от точки своего обитания. Далеко их не утащить. Впрочем, некоторые персонажи могут генерировать небольшой воздушный поток сами, но, согласитесь, это не то же самое, что взаимодействовать с открытым миром посредством физики. Впрочем, даже с таким ограничением разработчики попытались придать игровому процессу глубину. Да, костыли не заменят физический движок, но их можно креативно использовать. Неясно на хрена, конечно, но можно. Вот в качестве иллюстрации. Геншин вполне позволяет осуществлять джаглы, если у вас есть фантомные боли от игрового процесса DMC. Или же можно забрасывать стрелы через половину карты, устраивая арт-обстрелы, будто в Dishonored. Не говоря о любопытных вариантах комбинирования скиллов и приятных отсылках к Metal Gear Rising. Всё это красиво, стильно, бесполезно и весьма неожиданно для мобильного проекта. А вот что для мобильных проектов весьма ожидаемо, так это копирование отдельных атак и мувсетов из других игр. Из той же DMC или Бога войны 2018 года. Например, отдельные атаки Вергилия могут быть разбросаны между несколькими персонажами, кое-где можно приметить Нера. Уж это обратным инжинирингом оправдать нельзя. Это просто передёргивание идей. Да, оно не повсеместное, но имеется. Jackpot И тут снова имеет смысл вернуться к разговору об ограничениях мобильных телефонов. Но на этот раз уже не технических, а тех, что касаются форм-фактора. Как правило, вместе с дизайном устройств ввода и вывода на консолях нередко отличается и функционал. Можно вспомнить гироскоп и тачпад на контроллерах PlayStation вместе с проектами, сделанными с учётом этих новых возможностей периферии. Или, скажем, консоль Wii U и то, как на ней работал проект Zombie U. Второй экран на контроллере вмещал в себе элементы интерфейса, позволял вести прицельную стрельбу, рыться в инвентаре, в общем, выглядело занятно. Если совсем напрячься, то на ум приходит игра для Game Boy Advance, Бактай, которую продюсировал Кодзима. В тамошний картридж был встроен фотосенсор, и чтобы геймер мог зарядить солнечное оружие персонажа в игре, то требовалось выйти на улицу, погреться на солнце, потрогать траву. Без подзарядки или при перегреве внутриигровое оружие работало сильно хуже, а ночью враги становились и вовсе опаснее. Ещё вот в нашем видео про уникальные игровые механики мы упоминали, что даже тело может быть частью игровой периферии. Такие вещи изменяют геймплей, в чём-то, быть может, освежают его, добавляют новизны или даже в корни преображают. Потому что устройство продвинутее, функционал богаче, а, следовательно, возможностей больше. Но что если всё в точности да наоборот? Что если в то время как прочие проекты на рынке пользуются всеми возможностями старших платформ, ваше предпочтительное устройство — это мобильный телефон среднестатистического жителя Китайской Народной Республики. Да, есть сенсорный экран, но если игра мультиплатформенная, то нужно учитывать, что на других системах его может и не быть. А делать интересный и универсальный геймплейный цикл как-то нужно. Есть очень много плохих решений в данной ситуации. Можно скатить всё в автошахматы, как в знаменитом проекте «Облава. Мрак легенды». Но этот вариант выглядит слишком упрощённым, да и смысл проработанного открытого мира теряется. Можно перегрузить интерфейс различными кнопками, как это частенько случается в мобильных ММО. Но так проект лишь оттолкнёт массовую аудиторию. Подобные игры не выглядят удобными и понятными для освоения. Что же тут смогла предложить Геншин Импакт? На первый взгляд — максимальную казуальность. У каждого персонажа есть обычная атака, усиленная, одна способность, восстанавливаемая со временем, и ульта, которую нужно заряжать. В общем-то, это всё. Пусть и с нюансами. Лучники, например, могут целиться и заряжать обычную атаку. Казалось бы, подобное должно крайне быстро надоедать, но атаки и способности героев отличаются по своему типу, силе, скорости и, наконец, стихии. И пусть физического движка, как в Ботве, здесь нет, все бои тут завязаны именно на, пусть и ограниченном, но взаимодействии стихий. Каждый из персонажей в Геншине и большинство врагов относятся к разным стихиям, что отражается на игровом процессе. Водные враги будут менее восприимчивы к водным атакам, зато Крио способности сразу же заморозит их. Противника со статусом Мокрый, который, между прочим, можно получить и просто постояв под дождём, сильнее ударит электрический разряд, а деревянный щит всегда можно поджечь. Стихийные статусы можно накладывать и комбинировать. Вода плюс Крио — заморозка. Огонь плюс вода — пар. Огонь плюс Крио — тайне. Причём множители отличаются в зависимости от того, например, бьёте ли вы огнём мокрого противника, или тушите водой горящего. А многие скиллы не выключаются, даже если вы переключаете персонажей. Иной раз вполне можно скомбинировать несколько ультимативных атак и устроить на экране настоящий кошмар для эпилептика. Это всё нужно учитывать, и в то же самое время делать поправку на статы вашего оружия, а также на характеристики героев и надетые на них артефакты. Те или иные сеты артефактов могут усиливать различные эффекты и с периодичностью в несколько секунд накладывать новые статусы. Подобные элементальные реакции и не дают игровому процессу надоесть. Комбинируя разные стихии, можно получать разнообразные дополнительные свойства для себя и противников. Допустим, из неочевидного, огонь в Геншине вполне взаимодействует с электричеством, что в играх встречаешь не так и часто. Несколько обособленно от всего этого стоит только главный герой истории — путешественник. Он или она могут переключаться между несколькими стихиями, срезонировав соответствующие статуи, что изменяет их скиллы. Так как и герои, и враги относятся к разным элементам, то приходится постоянно жонглировать отрядом, выстраивая эдакие комбы из реакций. В этом, собственно, и проявляется как сравнительная глубина, так и полезность новых персонажей. Есть также и скрытые механики. Например, существует скрытый таймер наложения статусных эффектов. Они накладываются на первый удар в серии и обновляются каждые две с половиной секунды, причем каждое новое срабатывание обнуляют серию. Само собой, это не значит, что стоит ждать взаимодействия стихий уровня какой-нибудь магики. Но это отнюдь не делает игру хуже. Немногие проекты могут похвастаться даже таким уровнем элементальных реакций. Взять недавнюю Ghostwire Tokyo. Вроде бы и стихийные атаки там тоже есть, но, например, никакого пара от комбинирования огня и воды не появится. Вообще ничего, ничем не комбинируется, что тоскливо. А в Genshin Impact имеются и загадки, связанные с применением стихий. Причем, чем дальше игрок продвигается по сюжету, тем выше шанс застрять на десяток другой минут на одной из них. Для некоторых, неиронично, потребуются гайды. Хотя, конечно, в первые пару десятков часов головоломки, если их так можно назвать, сводятся к той самой сцене из пятого элемента. В контексте стихий выбранная система отрядов, при которой геймер управляет только одним героем за раз, позволяет более точно контролировать порядок наложения эффектов друг на друга. Тем более, что у всех них своя длительность действия. В рамках такой простой системы геймер волен постоянно следить за тем, что происходит на поле боя. Какие удары были произведены ранее, а какие стоит сделать следом. Или не следить проекта казуален, простой перебор скиллами и понижение сложности позволит вам проходить сюжетку без особого труда. Предсказуемость и простота механики идет игре на пользу и привносит в геймплей элемент планирования, не перегружая при этом интерфейс и не отпугивая даже самых юных геймеров. У такой системы отрядов есть и другое положительное следствие. Если в Genshin Impact все персонажи были бы на экране сразу, то им бы пришлось прописывать интеллект, а это занимало бы ограниченные ресурсы устройства. Персонажи рисковали бы постоянно баговать и застревать в трех соснах, сейчас такое скорее редкость, а количество врагов пришлось бы увеличить в разы, так как отряд расправлялся бы с ними намного быстрее. Это в свою очередь привело бы к еще большим нагрузкам на устройства, чего разработчики так старались избегать. Вообще, когда мы говорим про боевую систему Genshin Impact, ее глубину, сложность и прочее, надо очень четко себе отдавать отчет, что имеется в виду. В принципе, повторимся, вы можете забить на все эти реакции любой детородный орган по своему вкусу и просто спамить атаками без разбору, не особо вникая. И если вы хоть немного опытный геймер, а ваши руки не скованы гипсом или спицами, то в подавляющем большинстве случаев мобы вашего уровня или даже выше не будут составлять каких-то проблем. Их атаки всегда предсказуемы. У примитивных, но тем не менее разумных дикарей, собственным языком, культурой и обществом, совершенно нет шансов устоять против вашего безудержного желания уничтожить их вид. Равно как и у древних роботов, желеобразных агрессивных шаров, простых китайских стражников, магов из другого измерения и тяжело вооруженных дипломатов. Их дома будут уничтожены, а имущество отобрано. Мирного решения не будет. Особняком стоят боссы, которые, как правило, просто огромные, красочные, эпичные, но и они не смогут вас по-настоящему удивить чем-то, кроме презентации и огромного количества ХП. При более-менее равном уровне вы все равно сможете всех их расковырять, даже не понижая сложность мира. Это просто будет намного дольше. Поначалу трудность прохождения тех же подземелья, испытаний или бездны очень жестко обусловлена таймером. Именно в том случае, если вы хотите проходить весь этот контент, возникнет необходимость следить за наложенными статусами. Потому что какими бы прокачанными герои в отряде не были, если их атаки не вступают в постоянную элементальную реакцию друг с другом и противниками, наносимый урон в секунду будет плачевный. Все это относится в первую очередь к многим десяткам часов, потраченных вами на прохождение первых двух регионов. Они разрабатывались вместе, и кривая прогрессии там выстроена достаточно грамотно под казуальную аудиторию. Но следом, рано или поздно, в вашей жизни случится третий регион — Инадзума. Проблема в том, что сложность в нем резко повышается в сравнении с прошлыми двумя. Под сложностью мы имеем в виду не только их уроны и количество ХП, ведь именно в Инадзуме наконец появляется первый босс, которого приходится хотя бы немного учить, и анимация атак, которого действительно заставляют обращать на себя внимание. Все эти метаморфозы, конечно, подкреплены сюжетом, и как следствие, именно в Инадзуме перед вами будет стоять выбор — либо разбираться с прокачкой, ротацией героев и реакциями, либо продолжать спамить случайными атаками, но с пониженной сложностью мира и данжей. Все потому, что в тех же подземельях и на боссах содержатся так необходимые для дальнейшей прокачки расходники. Тащить их только за счет беспорядочного нажатия левой кнопки мыши и разницы в уровнях уже не представляется возможным. Либо вы можете позвать кого-то на помощь. В игре есть подобие мультиплеера, и в ваш мир могут присоединиться другие игроки, чтобы помогать в прохождении сложных мест, данжей и боссов. Проблема в том, что на этом ваше активное взаимодействие и оканчивается, ведь кооперативного контента преступно мало. Случилась такая метаморфоза, потому что Инадзума увидела свет лишь спустя год после Монштадта и Ли Юэ. Весь этот год активным геймерам нужно было чем-то заниматься, и единственное, что Геншин могла предложить после прохождения сюжета этих областей, это очень аддиктивная прокачка и не менее аддиктивный гринд. Таким образом, основная аудитория игры оказалась попросту перекачана, и разработчикам пришлось под это усложнять новую область. К слову о прокачке, это еще один аспект Геншина, который нельзя обойти стороной, ведь как оно обычно устроено в играх? Вы проходите квесты и получаете очки опыта, вы убиваете монстров и получаете еще опыт, в конечном итоге он рано или поздно складывается и уровень повышается. Но в Геншине потенциально через пару десятков часов у вас уже может быть дюжина героев. Как это прокачивать? Брать каждого под личное управление и избивать мобов на стартовых локациях — не самое изящное решение. Поэтому опыт в Геншине — это расходник. Он содержится в специальных предметах, которые добываются из сундуков, квестов и даются за ачивки. Карточки с опытом вы можете распределять как угодно, когда угодно и в кого угодно на ваш выбор. Таким образом, уже прокачанный отряд может фармить опыт для новых членов вашей коллекции. Скиллы также поддаются развитию, и для них также требуются ресурсы, чтобы жизнь медом не казалась. Схожие ситуации с повышением уровня оружия и артефактов. В то же самое время уровень вашего аккаунта прокачивается уже более привычным для ролевых игр образом, так как это значение всего одно, и от него зависит как потенциальная сложность мобов, так и доступ к сюжетным квестам. Ну и да, разобравшись в тонкостях настройки персонажей и их взаимодействий, игра становится, ну, не то чтобы вот уж совсем однокнопочной, но то, как и когда вы прожимаете способности у персонажей, будет определяться не столько ситуацией на поле боя, сколько самим списком этих героев. То есть вы или запускаете единственно верную, самую эффективную комбинацию для вашего отряда, либо вы пендриваетесь и получаете результат хуже. В том числе поэтому боевую систему Геншина часто называют однокнопочной, и в какой-то степени это чистая правда. Тем более, что в основном гайды в интернете рассказывают о том, как собрать отряд для нанесения наиболее высокого стихийного урона, а вот физический урон видится очень недоработанным на фоне потенциала элементальных реакций. В том же Хонкай Импакт боевка была чуть более вариативной, там вы больше взаимодействуете с обстановкой на арене и немного тоньше управляете персонажами. В качестве обратного примера боевой системы Геншина можно привести Панишин Грей Рейвен. Это также мобильная гача, только у каждого персонажа там есть три способности. Возможность сделать комбо, ультимативная атака и возможность призывать других членов отряда на поле боя в виде QTA-атак. И характер ваших перемещений на арене имеет огромное значение, ведь помимо необходимости постоянно уклоняться, если делать это правильно, то игра заботливо включает замедление времени. Не говоря о том, что, как и в Геншине, есть переключения между персонажами посреди боя. Для мобильного проекта всё это звучит как сказка, но скорее всего про игру вы слышите впервые, хотя вышла она за год до Геншина. А всё потому, что слишком богатая и осмысленная боёвка в этом жанре скорее мешает успеху проекта, а не помогает ему. Она занимает с собой слишком много ресурсов, она перетягивает на себя слишком много внимания, она усложняет проект для более казуальной аудитории. По всему кажется, что сделать мобильную игру с богатой боевой системой и сделать мобильную игру с феноменальной популярностью — это взаимоисключающая задача. Нужно находить грани. Как видим, в Ми, Хо и Йо смогли придумать комплексное и эффективное решение своей проблемы, которая одновременно как прибавляет в боевой системе проекта глубины, сохраняя стабильно низкий порог входа, так и экономит и без того ограниченные ресурсы устройства. Сумрачный китайский гений его во всём своём великолепии. Наглядный ответ на вопрос о том, что же такое грамотный геймдизайн. Теперь же самое время побеседовать о том аспекте проекта, который эти самые бережно сэкономленные ресурсы отжирает в первую очередь, а именно об открытом мире. Открытый мир — это, наверное, главное достижение разработчиков Genshin Impact, которым они могут по-настоящему гордиться. И дело даже не в том, что они смогли уместить его на мобильном железе, а в его дизайне. Если вы достаточно активный геймер, то могли обратить внимание, что спустя энное количество наигранных трудодней, проекты в открытом мире могут вызывать усталость и даже раздражение. В том же Скайриме NPC при заходе в город иной раз выбегают со своим квестом буквально навстречу, а стоит его сдать, по пути получишь журнал «Ещё пять». Или же иная ситуация — открываешь миникарту, а она усеяна различными сомнительными по своему наполнению активностями. Поначалу это может развлекать, но в какой-то момент присытившись подобным. Маркеры на карте из точек интереса превращаются либо в унылое препятствие, либо в зоны, которые всеми силами стоит избегать на пути к новому сюжетному квесту. Тем не менее, внутренний перфекционизм то и дело подначивает зачистить область и убрать эти раздражающие отметки. От Genshin Impact, как от игры, вокруг которой так часто роятся новости о слитых в неё семейных сбережениях, интуитивно ожидаешь чего-то подобного. Мол, вот сейчас на миникарте будет много гринда, которые игра будет вынуждать компенсировать бустерами. Но стоит завершить вступление, как обнаруживаешь, что на карте открытого мира мало значков. А из тех, что есть, далеко не все являются постоянными. В общем-то, примерно как в Ботве. Но значит ли это, что проект кои-то веки экономит ваше время? Хм, ни в коем случае. От количества необязательных аванпостов и точек спавна противников на карте даже у Эйвор закружилась бы голова. На пути из одного города в другой игроку встретится целая армия монстров, около каждого из которых будет сундук, чаще всего сомнительной полезности. Тем не менее, раздражение это вызывает по ощущениям в разы меньше, чем, например, на островах Скеллиге в Ведьмаке 3. Во-первых, ввиду отсутствия отметок. Тот же дизайнер квеста в Ведьмаке как раз признавался, что отмечать знаком вопроса каждый сундук было именно ошибкой, сделанной из-за спешки. В то же самое время, пробежав мимо необязательного однотипного контента в Геншине, вы никогда больше о нем не вспомните. К тому же, каждая стычка получается в разы короче аналогичных из, скажем, Assassin's Creed. Ни одна из таких преград не является хоть немного сложной и обязательной. В сухом остатке получается, что открытый мир Геншина просто заваливает игрока десятками сундуков. У геймера может сложиться ощущение, что условно-бесплатная игра, про которую все трубят, как она выжимает бабки, бесконтрольно забрасывает лутом. Эта деталь характерная, в общем-то, плюс-минус для всех подобных видеоигр. То, что 70-80% из выпадаемого является мусором, судьба которого превратится в ресурс для прокачки снаряжения, становится ясно далеко не сразу. Тут нам кажется просто необходимым процитировать Гигука, хоть его видео и не было про Геншину импакт, но сказанное в этом отрывке идеально описывает ситуацию с ресурсами. Вначале каждая гача-игра перегружает таким количеством блестючих уведомлений, что чувствуешь себя сорокой с дефицитом внимания, вмазавшейся дорожкой кокаина. Это какое-то перегруженное нагромождение информации. Даже сейчас, смотря на меню некоторых свежих, незнакомых мне гача-игр, я думаю, так... Куда я, блядь, должен нажать, чтобы начать играть в это? Я не понимал, что должен делать, но, похоже, это и не имело значения, ведь, что бы вы ни нажимали, что бы вы ни делали, игра отсыпает виртуальную валюту так щедро, что даже нигерийский принц позавидует. Халявное золото, драгоценности, материалы. Я не знал, для чего и половина этих вещей, что я могу купить, пытается ли игра завлечь меня ресурсами, или я оказался в видео мистера Биста. Эту стадию гача-игр я называю стадией подачек. На данном моменте не слишком важно, что вы делаете. Вы можете играть сколько угодно, ни о чем не беспокоясь, и наслаждаясь игрой как игрой. Интересно, что в упомянутой Assassin's Creed, а именно в Альгале, есть возможность отключить практически все маркеры на карте. И отчасти это действительно решает проблему раздражения. Но есть два но. Во-первых, менеджмент значков не задача геймера, потому что это уже, во-вторых, игра создавалась с расчетом на присутствие этих самых значков на карте. Некоторые скрытые области с интересными пещерами в Assassin's Creed спрятаны так, что узнать об их существовании можно исключительно посредством отметки от разработчиков. Так что, выключая их в настройках, совершенно непонятно, как эти локации теоретически можно было бы отыскать слепую. А в Unity, сколь прекрасной она бы не была, мусорные «Подай принеси поручения» и интересные квесты, вроде помощи в создании гильотины, были почему-то помещены под одинаковые маркеры. Разработчики Genshin Impact все же нашли возможность исправить эту проблему, используя пресловутые башенки чуть менее очевидным образом. Башнями мы называем их условно, по аналогии с «Breath of the Wild». В мире Genshin Impact их роль играют статуи местных божеств-покровителей стихии. Вот как это происходит. Башенки — это то немногое, что таки отмечено постоянным маркером. До них сравнительно просто добраться и активировать, открыв тем самым карту области. Башни также можно улучшать, за что неожиданно выдают довольно хорошие бонусы. Прокачивать их можно путем сбора уникальных для каждой области предметов — духовных частиц. В них-то и кроется вся соль. Предметы эти отмечаются на карте только когда игрок находится в непосредственной близости к ним. Причем быстро обнаруживается, что эта дрянь далеко не всегда в шаговой доступности. Часто она находится в довольно труднодоступных местах, особенно со второй половины игры. Иногда очень труднодоступных. Иной раз приходится изрядно подумать, чтобы понять, как забраться в ту или иную область за заветной гирляндой. Допустим, если воздушный артефакт находится высоко, то имеет смысл поискать где-то поток воздуха. Во время поисков игрок, скорее всего, зачистит один-два аванпоста и откроет парочку сундуков. Сделав круг, он найдет поток воздуха, поднимется ввысь и, пока будет лететь в сторону духовной частицы, лишний раз осмотрит локацию вокруг и обнаружит какую-то любопытную область руины или арену, которую с земли он мог и не увидеть. Именно таким образом игра жрет ваше время. Вот вы словили очередную частицу, идете в сторону найденной вами точки интереса, по пути снова встречаете несколько сундуков и аванпостов. Добравшись до арены, можете наткнуться на что-то вроде мини-босса, а около него, угадаете, что правильно. Мини-карта вновь подсветила новые частицы где-то на вершине руин. Извольте карабкаться, потому как статуя сама себя не прокачает, а там нет-нет, да наткнетесь на NPC с хоть сколько-нибудь интересным квестом. Каждая из таких микрозадач не занимает много времени, но обильное их количество в конечном итоге выливается в сотни наигранных часов. Причем журнал этими мелкими ситуативными приключениями не набит, как это, например, случается в какой-нибудь Mass Effect Andromeda, где спустя даже небольшой перерыв, количество мусорных квестов в журнале отбивает заведомо небольшое желание продолжать. В Геншине бесконечный грин сундуков и башенок — это как бы часть приключения самого игрока. Он же сам на все это набрел, передвигаясь по эдаким геймдизайнерским хлебным крошкам, а не по маркеру. Правильно? К слову, полноценные второстепенные квесты и характерные знаки вопроса также не висят на карте постоянно, а подсвечиваются исключительно тогда, когда вы находитесь в непосредственной близости от квестодателя. Какие-то из них многоуровневые, но есть и такие, на прохождение которых отводится буквально минуты три, особенно если вдруг у вас в инвентаре уже будет нужный для выполнения задания хлам. Минус таких побочек, окромя их вторичности, они, как правило, не озвучены. Но вот что действительно раздражает в квестах, так это то, что диалоги нельзя вменяемо пропускать. Многие из них являются крайне унылыми и филлерными, причем нередко даже внутри основного сюжета. Вроде как можно пропускать реплики по нажатию, но это происходит с постоянной небольшой задержкой. Отдельный сорт мазохизма – это коммуникация с торговцами. Каждый раз, перед тем, как они дают доступ к магазину, они непременно захотят ляпнуть одну, а то и две реплики, которые вы уже слышали буквально сотню раз. Возвращаясь к упомянутому ранее третьему Ведьмаку из Келлиги, как уже указывалось, там тоже совершенно не планировалось вешать на каждый из сундуков знак вопроса. Предполагалось ограничиться исключительно парящими над ними чайками в качестве намека. Это мы к тому, что рабочие правила дизайна открытых миров давно известны, и разработчики Геншин тут не переизобрели велосипед, но они прилежно следовали инструкции по его сборке. Так, те же сундуки не всегда просто стоят посреди локации. Некоторые скрыты за воздушным барьером, другие за каменной стеной, третьи появляются, если выдернуть несколько морковок, четвертые будут спрятаны внутри янтарной глыбы. Иной раз емкой с лутом явит себя миру только в случае, если вы потеребите специальное растение, из которого в воздух отправится три воздушных шара, после чего вы эти воздушные шары лопаете персонажем-лучником, и вуаля, сундук перед вами. И это мы еще не все способы перечислили. Проект исправно вознаграждает за отклонение от тривиальных маршрутов в поисках чего-то нового. Да, чем-то новым обычно оказывается красивый вид, сундук или духовная частица. Но, черт возьми, не стоит недооценивать важность этих мелочей и их способность мотивировать игрока задержаться подольше. Отчасти это также прямое следствие ориентированности на смартфоны. Мобильный гейминг подразумевает короткие геймплейные сессии. За условные минут 15 геймер должен успеть как-то провзаимодействовать с игрой. Чего-то достичь, чего угодно. Пусть это будет тот же преснопамятный сундук. Неважно. А после того, как игрок вновь вернется после перерыва с настроем на более длительную сессию, открыв список квестов, он не должен в них утонуть, иначе это будет ощущаться слишком рутинно и вызывать фрустрацию. Во главу угла поставлено постоянное взаимодействие с миром. В конце концов, это именно то, что Genshin Impact постоянно, подспудно побуждает игрока делать. Задержаться еще на 5 минут, чтобы открыть еще один сундук. Забраться на еще одну гору. Подобрать еще одну частицу. Или активировать еще одну статую. На горизонте всегда есть что-то, что было не осмотрено, не открыто или не убито. Может показаться, что преснопамятные сундуки — это пример геймдизайна, условно говоря, для бедных. Но задумайтесь, в каких проектах с открытым миром или его подобием нет сундуков? Вот в «Боге войны» 2018 года они есть. Хотя, казалось бы, игра заточена на искоренение многих раздражающих игровых условностей. К примеру, разработчики старательно избавлялись от любых загрузок, чтобы ни в коем случае не нарушать магию погружения в скандинавский мир и драму отцов и детей. Но сундуки оставили. Потому что, видимо, без них никуда. И серое вещество в наших черепах лучше всего откликается именно на вот такого рода тривиальный прием. Чем пользуются в том числе и Михо Йо при разработке своего Magnum Opus. Причем прервать игровую сессию можно в любой момент, и игра встретит пользователя ровно в том же месте, в котором он остановился. К тому же Genshin побуждает в большей степени именно коротким игровым сессиям. Ведь тут есть, к примеру, раздражающая многих смола, которая совершенно необходима для прохождения некоторых заданий, боссов и подземелий. Ее количество ограничено, а восполняется оно с течением времени. В довесок к этому, как и любая мобильная игра, Genshin вознаграждает пользователя за ежедневное выполнение не менее ежедневных заданий. И хоть это и не звучит как самый вдохновляющий игровой процесс в мире, но у проекта действительно получается затягивать пользователя подобным фармом. К тому же иной раз разработчики пытаются ввести какие-то новые мини-игры или испытания, чтобы освежить время провождения. Обычно это случается во время ивентов. Чтобы далеко не ходить, возьмем одно из более актуальных временных событий версии 3.1 — «Праздник вина». Помимо более-менее стандартных боевых испытаний, там есть казуальный загон кабанчиков и внезапно очень условный экономический симулятор. Вначале от игрока требуется наладить поставки вина и сырья, договариваться о ценах на манер какого-нибудь ведьмака, и в какой-то момент под ваше чуткое руководство попадет собственный магазинчик. А следовательно, потребуется наладить торговлю, распределять выручку, выбирать экономические стратегии. В общем, делать всё, чего не особенно ожидаешь от Genshin Impact. Да, никакой глубиной проработки тут и не пахнет, всё исполнено очень поверхностно, но здорово освежает рутину. В целом, управление собственной лавкой выглядит как почти идеальное пособие по экономической грамотности для детей. Кроме шуток, если вам было интересно, как можно эффективно скрестить видеоигры и обучение, то вот живой пример, тем более, что сюжетное сопровождение всего ивента прямо-таки изо всех сил пытается вдолбить в голову правильные смыслы. Тут вам и благотворительность предпринимателей, и социальная поддержка, взаимовыгодное сотрудничество, невидимая рука рынка в её лучшем проявлении. В общем, проект истово рисует положительный образ частного бизнеса, которому можно подражать. На фоне того, что квазикитайская нация в Геншине строит едва ли не всю свою культуру на принципах жёсткого соблюдения контрактов, выглядит это как часть единой повестки, продвигаемой разработчиками. Да, подчас всё происходящее несколько наивно, но очень свежо в сравнении с западноевропейскими проектами. Жаль только, сами разработчики не то чтобы полностью соответствуют такому вот благостному образу. Но к этому мы ещё дойдём, не волнуйтесь. Поиграв в Геншин какое-то осязаемое количество времени, неожиданно начинаешь намного лучше понимать тех, кто фанател когда-то от весёлой фермы. Просто вместо выращивания морковок на грядках вам предлагается прокачивать милых анимешных персонажей и их снаряжение. Да, Геншин в общем-то можно пробегать относительно казуально, не особо вникая в прокачку, подземелья, ротации, реакции первого и второго порядков и так далее. Сложность мира и населяющих его мобов возрастает вместе с вашим уровнем, но этот процесс обратим. Уровень сложности мобов с определённого момента можно понизить. Правда, это отразится на том, какие предметы вам будут выпадать в открытом мире. В то же время, если вы действительно хотите заниматься прокачкой и вникать в механики всерьёз, то Геншин тут же потребует гринда достаточно редких ресурсов среди того мусора, который вам то и дело выпадает. Причём в какой-то момент вы с удивлением для себя обнаружите, что некоторые игровые подземелья с интересующими вас предметами открыты только в определённые дни. А ассортимент торговцев очень ограничен, и нужно ждать какое-то время, пока он обновится. Но даже если вы захотите вдоволь их пропылесосить, у вас на пути встанет упомянутая смола, и без доната ваш дневной прогресс будет весьма ограничен. И как любой взрослый человек, который ценит своё время, игрок, разумеется, пойдёт в интернет с целью многочасового прочтения гайдов на тему того, где, что и с какой вероятностью выпадает. Кого имеет смысл прокачивать, а кого лучше оставить на потом. И, наконец, какие артефакты лучше вешать на персонажей. Знаете, часто можно услышать такую мысль. Мол, если непонятно, как подступиться к большой и трудоёмкой задаче, то её надо разбить на множество более мелких подзадач и решать их одну за другой. Это проще для восприятия, есть постоянное ощущение прогресса и удовлетворение от того, что этапы закрываются буквально на глазах. И в какой-то момент неизвестный нам гений взглянул на этот совет и подумал, «Хм, звучит как увлекательный игровой процесс». Главное отличие в том, что в играх какие-то из подэтапов можно упростить или пропустить при помощи денег, полученных вами из, ну, знаете, настоящей работы. К чести Геншина стоит отметить, что все эти особенности раскрываются спустя, может, часов 20-30 игрового процесса. Проект подступается к ним очень постепенно и вовлекается геймер очень осторожно. Такой игровой цикл, построенный на идеально выверенном фарме, очень медитативен и иной раз имеет смысл ставить какой-то таймер, дабы не слить весь вечер на бездумный поиск и открытие сундуков. К слову о таймере. Действительно, попробуйте поставить. Не только для того, чтобы контролировать свое времяпровождение в игре, но и чтобы проверить, насколько Геншин соответствует сакраментальному правилу 40 секунд. Для тех, кто не знает, что это, в 2017 году из документалки о разработке третьего Ведьмака стало известно о правиле 40 секунд, которым пользовались в CD Projekt Red. Согласно ему, на пути из точки А в точку Б в открытом мире примерно каждые 40 секунд должно происходить что-то, что отвлечет игрока от его главной цели. Квест, подземелье, аванпост с врагами, сундук, случайная стычка, башенка. Все в таком духе. Что угодно. Все-таки хорошие открытые миры — это про приключения, а не про назначения. Блогер по имени Люк Стивенс проверил это правило, и да, Ведьмак ему соответствует, укладываясь в 32 секунды. Что касается других игр, у Elden Ring 37 секунд, у Батвы 42, а у Нью-Вегас почти 49. Но последний мы сделаем поблажку на постапокалиптический сеттинг. В Genshin Impact же, по нашим подсчетам, что-то интересное происходит каждые 35-47 секунд. Хотя у вас это время может отличаться, все-таки у разных людей будут свои точки интереса. Впрочем, если вы достаточно безумны, чтобы играть в Genshin секундомером, можете проверить все сами. На протяжении часа-двух игровой сессии отсекайте время каждый раз, когда игра отвлекает ваше внимание от намеченной цели, после чего рассчитаете среднее значение и можете поделиться им в комментариях. Считайте, что это эдакий интерактив для самых любознательных. Отдельного внимания заслуживает и то, как в игре реализована навигация по открытому миру. Лет семь назад Марк Браун на своем канале GameMakers Toolkit сделал видеоролик о том, почему Дрейку в Uncharted не нужен компас. Мыслью там была следующая. В играх Naughty Dog нет миникарты и постоянных маркеров, которые должны подсказывать геймеру, куда идти. Несмотря на то, что уровни там достаточно сложные и порой завалены визуальным шумом. При этом разработчикам удается направлять внимание пользователя так, чтобы тот не потерялся. С помощью света, направляющих линий, зонирования и блокинга пространства. Один из приемов носит название... Кхм... Сосиска? Ладно, здесь буквально перевод с английского не подойдет. Давайте будем использовать более красивое слово «маяк». Как верно отметил Марк, показывать пальцем на «маяки» — это то, чем занимаются персонажи игр Naughty Dog едва ли не половину экранного времени. Так вот, классическим примером «маяка» является замок Золушки в Диснейленде. Уолт Дисней просто воткнул в центр своего развлекательного комплекса огромный визуальный ориентир, который заметен, грубо говоря, со всех концов парка. Эдакая имитация стереотипных старых европейских городов, в которых вся жизнь крутилась в основном вокруг замка или храма. Это помогало посетителям парка по прибытию не путаться в многообразии аттракционов, а сразу наметить для себя главную цель — начать путь к ней и уже в процессе отвлекаться на более мелкие активности. Само собой, не только в играх от Naughty Dog герои то и дело обращают внимание на такие вот маяки, стоит им только появиться. Этим может похвастаться и Зельда вместе с Dying Light или Человеком-пауком, точки, относительно которых легко понимать свое положение на уровне «Идея не новая, не революционная, а все потому что рабочая». Более классическим примером известного видеоигрового маяка можно назвать «Цитадель» из Half-Life 2. Впрочем, те же правила работают и в кино. Взять тот же «Властелин колец», например, а в художественном фильме 1917 зрителю постоянно демонстрируют локации, в которых главные герои вот недавно побывали, чтобы подчеркнуть пройденный путь. Так вот, в играх в открытом мире очень трудно использовать те же направляющие линии или блокинг, ведь геймер может подойти к ним с любой стороны. Потому маяки становятся настоящим спасением. Это могут быть огромные скалы, город вдалеке, замок, гостиница на дереве, да что угодно, что своими габаритами выделяется на общем пейзаже. В Genshin Impact этот прием используется повсеместно. В большинстве точек на локации игрок может обнаружить какой-то визуальный ориентир, к которому можно добраться без особых проблем, не сверяясь с картой каждую минуту. В качестве противопоставления этому можно привести Cyberpunk 2077. Там с этим сильно хуже, из-за чего город было очень трудно запомнить, и часто во время перемещения к какой-то конкретной точке взгляд был прикован не к дороге и окружению, а к миникарте с GPS-навигатором очень раздражало. Миникарты в играх, в принципе, порой слишком информативны до такой степени, что осуществлять навигацию можно, ориентируясь исключительно по кружочку в углу экрана. Как отметил видеоблогер под ником Разбутан в своем видео по данной теме, Если ваше исследование открытого мира — это путешествие вдоль линий на миникарте от одной точки к другой, это не исследование открытого мира. А вот в Геншине, как и в Зельде, и, к слову, в Элден Ринге, с этим все обстоит куда лучше, и в ежеминутном взгляде на навигатор совершенно нет нужды. Кстати, в Элден Ринге тоже нет нагромождения значков на миникарте, и упомянутые геймдизайнерские хлебные крошки работают схожим образом. Все перечисленные миры отличаются крайней вертикальностью. Даже в случае, если вы немного запутались, то у вас всегда есть возможность карабкаться повыше и осмотреть прилегающую территорию. Во-первых, свысока вы обнаружите знакомый маяк и сможете понять свое положение на карте относительно него. А во-вторых, быть может, обнаружите новые области, что снова запустит цикл гринда. И раз уж мы упомянули маяки, то стоит поговорить и о городах. Планировка видеоигровых городов — увлекательное искусство. Особенно если речь про маленькие населенные пункты, которые лишь притворяются большими. Мало знать какие-то общие и городостроительные принципы, нужно в том числе понимать, в каких местах имеет смысл сознательно от них отходить. Взять, к примеру, Либерти Сити, Вай Сити — они достаточно миниатюрные и в то же время ощущаются массивными. В GTA 3 используется подобие типичной для США квартальной застройки. При этом, во-первых, в GTA 3 практически нет повторяющихся паттернов, в отличие от того, что мы видим в реальности в более молодых городах. Таких как Вашингтон, он весь исполосан дорогами, которые как веер расходятся от парков, кольцевых дорог, важных зданий. Ну или тот же Манхэттен, который попросту нарезан кубиками там, где ландшафт это позволяет. Подобное также характерно для молодых пригородов или районов, построенных с нуля. В старых городах, вроде Рима, в наиболее сохранившихся исторических частях города, постройки и дороги расположены куда более хаотично. Во-вторых, в GTA 3 нет действительно длинных проспектов или просто улиц, по которым можно было бы проехать от одного берега до другого. В отличие от... ну вы поняли. Ну и в-третьих, в Либерти Сити геймер постоянно вынужден упираться в стены из-за обилия Т-образных перекрестков. В iCity дела обстоят еще интереснее. Как отметил блогер и архитектор Владислав Сурин, город порока, в принципе, практически лишен прямых дорог и очень запутан, в отличие от своего реального прототипа. Здесь Т-образный перекресток, здесь Т-образный перекресток, здесь Т-образный перекресток. Ровно каждая перемычка упирается либо в какое-нибудь здание, либо в забор. Это вынуждает геймера постоянно добираться до нужных частей города по неочевидным и неоптимальным с точки зрения городского планирования маршрутам. И сделано это намеренно. Ведь подобный подход делает город по ощущениям больше, чем он есть на самом деле. Так, при чем тут геншин? Да, ни при чем. Нам просто в iCity вдруг поиграть захотелось. Вот и вспомнили. А если серьезно, то у того же Монштадта, первого города в игре, с iCity куда больше общего, чем может показаться. Главное, он также куда меньше, чем ощущается. Достигается это все тем же способом, что и в GTA. Стоит игроку только пройтись по здешнему подобию центрального проспекта, как он довольно быстро упрется в стену. Потому, чтобы добраться до храма и административных зданий, необходимо сбираться по ступенькам, расположенным сбоку, или карабкаться по этой самой стене выше. Хотя, будь лестница строго посередине, то это сильно экономило бы время. Примерно так же, как время экономили бы прямые дороги и отсутствие Т-образных перекрестков в iCity. Взглянем также на расположение Монштадта. Оно в достаточной степени достоверно. Средневековые города часто располагались около ключевых транспортных маршрутов, дабы контролировать их. К тому же, такие города обязаны были быть подготовлены к осаде. Монштадт отлично соответствует этим двум критериям, ведь располагается как раз у пересечения дорог, да еще и на острове, соединенном с большой землей всего одним мостом. Такое расположение предоставляет идеальную естественную защиту в довесок к высоким стенам. Можно даже допустить, что водная преграда, отделяющая город, была сделана или расширена искусственно. Сам Монштадт довольно миниатюрен, но при этом неожиданно интересно выполнен с философской, так сказать, точки зрения. Условно его можно поделить на три уровня. Первый отведен для коммерции, гильдий и жилых помещений горожан. Второй для административных зданий. На вершине же располагается третий уровень, на нем можно найти собор и площадь. Все это как бы намекает нам на распределение приоритетов жителей. Подобная иерархичность пространства идейно тянется еще от Платона. В его идеальном городе в центре также должен был располагаться храм и покои царя, отделяемые от прочих районов водной преградой. Как мы уже сказали, главной достопримечательностью и точкой интереса города является собор. По идее, в старых поселениях соборы были важнейшим сооружением в жизни граждан и потому были практически облеплены зданиями вокруг. Взять тот же Кёльнский собор, Нотр-Дам или собор Святого Стефана. Они утопают или утопали внутри плотной застройки. И это тот случай, когда разработчики целенаправленно отступают от достоверности, ведь к собору в Геншине прилегает достаточно просторная площадь со статуей посреди нее. Таким образом, Монштадт или был подвергнут варварской перепланировке, как остров Сите в Париже, вследствие чего перед Нотр-Дамом появилось незастроенное пространство. Либо же его бомбили, примерно как Дрезден. Ну и, наконец, стоит отдать должное. Монштадт своей планировкой попросту похож на план 17 века для немецкого Монгейма. Город этот находится как раз на границе с федеральной землей Рейнольд-Фальц, откуда разработчики черпали вдохновение для своих архитектурных изысков. Монштадт с немецкого переводится как «Лунный город». В нем, очевидно, доминирует характерная для Германии застройка, а в фиксации жителей города на ветре и свободе угадывается известная в Германии цитата немецкого поэта. Другим возможным источником вдохновения могла послужить столица Швейцарии Берн. Ну а во внешнем облике Монштадтского собора угадывается образ собора из Регенсбурга. Тем не менее, ближе всех к званию реального аналога Монштадта подобрался остров-крепость Монсен-Мишель на северо-западном побережье Франции. Согласитесь, сходство поразительное. В общем, за проработку чужой культуры можно поставить разработчикам твердую пятерку. Очевидно, что в случае с регионом Ли-Юэ разработчики постарались не хуже. Буквально дословно воспроизводя свои любимые пейзажи, начиная от национального парка Хуан Лун, заканчивая храмами в скалах и национальным парком Джанзядзе. Вся эта работа сделана, разумеется, дабы охватить как можно более широкий спектр игроков. Геймеры могут получать как экзотику, так и крайне бережно перенесенные паттерны родной для них культуры. Проявилось это и в случае с саундтреком, для записи которого были наняты далеко не последние оркестры релевантных стран, чтобы музыка звучала более аутентично. Пока что можно подвести промежуточный итог. Как уже было сказано, Геншин Импакт относительно той же ботвы упрощена очень во многом. Начиная от мира и заканчивая боевой системой. Тем не менее, различные элементы проекта, даже в таком упрощенном виде, все равно подчиняются геймдизайнерским правилам и принципам. Они были придуманы задолго до выхода творения Ми Хо Йо. И заслуга китайских разработчиков лишь в том, что они просто компетентно обошлись с ними. На ютубе есть кулинарное шоу, смысл которого довольно прост. Профессиональному повару дают скромную корзину из дешевых продуктов, а любителю ингредиенты премиум-класса. Как нетрудно догадаться, в конце таких видео из раза в раз оказывается, что решает в первую очередь не ценник на этикетке, а знание правил кулинарии. Конечно, не скажешь, что Ми Хо Йо – это эдки шеф-повар от мира игровой индустрии, который из говна и палок сотворил хит. Но студии было не стыдно перенять чужой опыт, если так можно сказать. Не просто бездумно копировать, в чем их неустанно обвиняют, а разобраться в принципах работы чужих проектов, упростить и воспроизвести то, что позволяли технические возможности мобильных устройств. Это очень трезвый, сухой, математически выверенный подход к разработке, который себя в итоге окупил. Теперь, когда мы очень в общих чертах разобрались в том, как Геншин работает и играется, стоит уделить внимание здешней истории и, что даже важнее, визуальной стилистике. Самые внимательные уже могли заметить, что Геншин Импакт – это аниме. Ну или Дунхуа – так называется китайское аниме, если вдруг вы из тех, кому совсем не душно это проговаривать каждый раз. В любом случае, вскоре будет полноценная экранизация от японских аниматоров из YouFotable, так что можете в комментариях сами определить, Дунхуа это будет или Ткеаниме. Как бы то ни было, для некоторых людей такая стилистика может показаться неприятной, но нельзя игнорировать тот факт, что подавляющее большинство мировой мультипликации сейчас оккупировано этим жанровым направлением и его производными. Простые, очень яркие, выразительные формы, нетривиальные визуальные решения в дизайне, сюжетные рояли в кустах, яркие и совершенно нереалистичные герои – все это уже вещи скорее привычные. Аниме пустило очень глубокие корни в мировую культуру. Хоть жанр этот преимущественно японский, но аниме-стилистика, как средство выразительности, сможет в себя вобрать самые разные культурные паттерны. В Геншин Инпак сюжет начинается с местности, выполненной в очевидно европейском стиле, после переносится во вдохновленную Китаем локацию, далее ее сменяет местная Япония, а следом центральная азиатская Сумеру. Может показаться, что вся эта мультикультурная мешанина не смотрится органично, но на самом деле ни один из ее элементов не кажется чужеродным. Аниме-стилистика служит как бы общим знаменателем уже близким целевой аудитории проекта из самых разных стран. Геншин успешно создает ощущение сказки – яркие и теплые цвета и оттенки, по-хорошему наивные герои, пафосно-карикатурные злодеи. Пейзажи, которые способна выдавать игра, иной раз действительно захватывают дух и, на наш субъективный взгляд, вдохновляют куда больше, чем пейзажи, на порядок более технологичный иммортал Феникс Райзинг. Особенно хотелось бы отметить то, как было выполнено небо. От мобильной игры, тем более в аниме-стилистике, логично было бы ожидать двухмерные статичные облака где-то на фоне закосом под творчество Макото Синкая. Но в Геншин Импакт мы имеем возможность наблюдать динамические облака, которые двигаются, меняют форму, а также реагируют на освещение, отбрасывая тень на поверхность Земли. Да и в целом освещение довольно-таки сильно меняет цветовую схему локаций. Невозможно не удивляться тому, как детально разработчики работали со светом и тенью в проекте. Например, если смотреть на листья деревьев под определенным углом, то они будто бы обрамлены солнечными лучами по своему контуру, прямо как в жизни. В свою очередь, тени, отбрасываемые листьями друг на друга, были заметно ослаблены, чтобы предотвратить излишнюю контрастность. Особенно хорошо важность облаков, игры света и тумана можно увидеть, если целенаправленно отключить тот же туман при помощи бага. Да, дальность обзора заметно повышается за счет увеличения нагрузки на устройство, но все же какая-то степень волшебства на картах тут же пропадает. Конечно, это субъективно, и есть любители именно такого визуала, но, на наш взгляд, это тот редкий случай, когда особенность графики, призванная скрыть низкую дальность прорисовки объектов и экономить ресурсы, вообще-то пошла на пользу общему виду проекта. Вся игра имеет четкую структуру геймплея и новый блеск непревзойденного профессионализма. Это действительно придает донатам большой импульс. Игру сравнивали с Devil May Cry и Евангелионом, но я думаю, что у Ханкай гораздо более интересные и проработанные персонажи. Ну а если серьезно, то действительно, если какой-то урок из прошлых своих игр Михо и Йо и вынесли, то он заключается в том, что чем более богатый и интересный лор представляется пользователям, тем это во всех отношениях лучше для проекта и его долгосрочного развития. В конце концов, коллекционировать прописанных персонажей с бэкграундом куда интереснее, чем просто картинки, за которыми ничего не стоит. Да, история при этом так или иначе рискует превратиться в аниме Санта-Барбару, как в том же Ханкай, но это не баг, а фитча. Главное увлечь пусть даже знакомыми элементами. Завязка Геншина проста, как пять копеек. Есть брат и сестра, которые путешествуют по какому-то неясному измерению, но внезапно встречают агрессивного персонажа. Тут уже геймеру предстоит выбрать, кем именно он хочет играть, и в зависимости от решения один из родственников оказывается без вести пропавшим, а второй попадает в новый для себя мир. Единственный проводник на новом месте — это Пайман. Сущность неопределенного гендера, видовой принадлежности и с неочевидной мотивацией. Цель же вашего героя — найти родственника. Ровно с этих водных и начинается путешествие длиной в потенциальные сотни часов. Само собой, поиск своего брата или сестры то и дело будет прерываться на другие сюжетные арки, знакомство с проблемами народа-населения континента, разрешение их личных неурядиц и терки с местными богами. Нельзя сказать, что история тут какая-то вот уж совсем уж выдающаяся, это просто вменяемая и приятная сказка с очевидной моралью. Какие-то арки более занимательные, какие-то менее. Если вы в своей жизни посмотрели больше дюжины аниме, то можете примерно представить себе, что вас ждет. С той лишь поправкой, что аниме-сериалы зачастую то и дело срываются на какую-то жесть или демонстрацию откровенной жестокости, трагических смертей и несправедливости мира. Геншин — нет. Даже местная гражданская война выглядит несколько беззубой. Но там, где не дотягивает сюжет, преуспевает лор. Когда речь заходит о строении мира Геншин Инпакт, ее персонажах и истории напрашивается сравнение с двумя произведениями. Аватар — первый из них. Мир Геншин Инпакт имеет много общего с миром легенды об Аанге. В обоих случаях существует явное деление на нации по принципу приверженности к стихиям, а главные герои обладают уникальной способностью резонировать с более чем одной элементальной магией. Такое построение мира легко понять, и оно усваивается даже самой молодой и казуальной аудиторией. При этом его можно практически бесконечно углублять через отсылки к реальным культурам, мифам, религиям и философиям нашего мира. И тут можно вспомнить второе произведение, на которое китайские разработчики очевидно оглядывались. Фэйт. Это одна из самых успешных медиафраншиз, множество новелл, аниме и мобильных проектов, наглядное тому подтверждение. Успех Фэйт обусловлен, помимо прочего, тем, что персонажи этой франшизы являются выдающимися, легендарными и мифическими личностями нашего с вами мира. Зевс, Артур, Жанна Д'Арк, Гильгамеш, Гаргон, Каллигула, Шекспир. Список можно продолжать бесконечно. У некоторых есть альтернативные версии, а многие персонажи обладают заведомо неожиданным дизайном и личностными качествами. Как бы то ни было, разные представители культур могут найти среди списка персонажей что-то близкое и понятное себе. Очевидно, что Ми Хо Йо не могла прямо пойти по тому же пути, также переняв свою игру исторических и легендарных личностей. Но при создании своих героев студия все равно вдохновлялась реальными культурными артефактами. Если персонаж носит на себе какие-то цвета, то это часто не просто так, а должно отсылать к буддийским трактовкам этого цвета. Если на одежде или прическе героя есть некая нетривиальная деталь, то можете быть уверены, она нужна не только для украшения, но и сообщает нам информацию о статусе героя в обществе. Если на одежде изображен какой-либо цветок, то это не просто так, у него обязательно есть трактовка. Для европейского глаза многое из этого остается незамеченным. Впрочем, есть фанаты, которые стараются разбирать подобные нюансы, за что им честь и хвала. Тем не менее, раз уж мы вспомнили про европейцев, нельзя пройти мимо того, что некоторые герои, их функциональные особенности и биография, имеют связь с демонами Гаэтии. Это уже несколько ближе к европейской культуре и более-менее легко узнается. Сознанием этого контекста истинную сущность некоторых персонажей можно установить раньше времени или взглянуть на них с неожиданной стороны. Помимо этого всего, в космологии Геншин можно усмотреть и связь с гностицизмом, но об этом может быть как-нибудь потом. Причем очень много лора содержится в ивентах, упомянутых нами ранее. И нюанс в том, что эти самые сюжетные ивенты временные. Пропустив их единожды, вы пропускаете их навсегда. Таким образом, Геншин буквально заставляет часть игроков возвращаться в конкретный отрезок времени. Ключевые детали лора, предыстории, знакомства с некоторыми персонажами, предыстории героев — все это регулярно происходит внутри таких вот ограниченных по времени квестов. Из-за чего вы можете оказываться в глупой ситуации, когда ваш персонаж знает больше вас и уже знаком с какими-то героями, а лично вывод — нет. Хотя, казалось бы, в начале сюжета и игрок, и его аватар находятся в абсолютно равных условиях, обладая нулевым знанием об окружающем мире. И тут внезапно — здрасте, приехали! Между вами ни с того ни с сего информационная пропасть. Более того, некоторые временные сюжетные события основываются на других временных сюжетных событиях. А ключевые события истории, крайне важные перед посещением третьего региона, были проведены два года назад. И центральный персонаж этого события совершенно не намерен вводить вас в курс дела, если вдруг вы решили начать играть в Геншин вот сейчас. Все герои просто будут притворяться, что вы, геймер, обо всём осведомлены. Хотите восполнить этот пробел? Бегом на форумы Вики и Ютуб. Раздражает? Жутко. Но, видимо, это эффективно. Причём, что интересно, события не только ограничены во времени, доступном на прохождение. Вы также, как правило, не можете их пройти за один присест. Разные главы открываются постепенно, с течением времени, что также вынуждает залогиниваться в проект несколько раз и обновлять свой прогресс. Геншин таким образом мотивирует участвовать в жизни игры, следить за обновлениями или, как минимум, держать руку на пульсе актуальных изменений, вместе с тем удерживая низкий порог входа. Михуё вы только совсем недавно задумались о том, чтобы каким-то образом давать возможность перепроходить ивенты. Похвальное начинание. Если постараться всё как-то подытожить, можно заключить. Разработчики явно большие любители расширять лор за счёт массы культурных отсылок. Мимо них можно легко пройти удовлетворившись собранными в основной сюжетной линии вершками. Но если игрок входит в число тех, кому интересно разбираться в визуальном повествовании условных Евангелиона, Берсерка или Яйцо Ангела, то неожиданным образом Геншину за яркой обёрткой есть что предложить. Переусложнённость мира, местами даже излишняя, это та характерная черта многих аниме-произведений, которую китайские разработчики смогли хорошо прочувствовать и воспроизвести. Впрочем, сложные миры характерны и для западных произведений, вроде «Властелина колец» или «Древних свитков». Разница лишь в том, что в аниме-индустрии их производство поставлено на поток, из-за чего едва ли не каждый третий Сёнэн сводится к тому, что нужно убить какого-нибудь верховного бога, прорваться в параллельные миры или уничтожить человечество, чтобы уничтожить страдания, как таковое, и все были одной большой довольной Айянами Рэй. Ко всему прочему, есть вполне утилитарная причина, по которой разработчики намеренно не только оставляют пространство для синдрома поиска глубинного смысла, но и подстёгивают геймеров к этому самому поиску. Просто-напросто очень полезно для формирования сообщества. Людям попросту необходимо что-то, что они могут постоянно обсуждать и сопоставлять, вокруг чего можно постоянно спорить. Можно бесконечно, снисходительно относиться к материалам на ДТФ в духе разговор с экспертом по лору «Геншин Инпакт», но факт остаётся фактом. Лор «Геншин Инпакт» — это что-то, в чём действительно можно стать экспертом. Такие люди существуют, они относятся к своему увлечению крайне серьёзно и в ряде случаев могут даже больше не прикасаться к самой игре, если это не нужно для поглощения новой частички истории. Именно эти граждане создают сообщество, которое постоянно вовлекает в себя всё больше новых и новых людей. Вы не сможете найти ни единой популярной вселенной, фанаты которой не спорили бы об особенностях её лора. Кто сильнее? Армия маглов или волшебников? Предавал ли Магнус? Кто такой на самом деле Том Бомбадил? Правы Норды или Империя? В чём смысл той самой сцены в больнице из Евангелиона? Говно ли Дарк Соулс 2? В конце концов, есть люди, которые за лор и двор стреляют в упор. Почему тут гайды разбросаны по всей комнате? Ты что, это самое, тоже изучаешь лор или типа того, да? Нет, дружище. Это новый скинчик? Да, это он. В 2020-м Михайо выпустили это, Геншин, свой самый масштабный проект. По-моему, открытый мир в нем это просто шедевр. Гринт настолько увлекательный, что многие люди не вчитываются в сюжет, но им стоило бы, поскольку эта история не только о важности свободы воли, но также и политический триллер в фэнтези-мире. Эй, лоровят! И как ни странно, подобные вещи вообще-то помогают монетизировать проект. Нет и не было лучшей рекламы тех же темных душ, чем десятки ютуберов, которые тратят годы на попытки сложить хитросплетение тамошних разрозненных фактов в целостную картину. Это смотрят миллионы людей в перерывах между новыми частями, что поддерживает сообщество в тонусе. Ко всему прочему, имея крайне сентиментальное отношение к какой-либо вымышленной вселенной, многие хотят обладать какой-то небольшой ее частичкой. И вы правильно смекнули, мы наконец подобрались к тому, вокруг чего концентрируется наибольшее количество подводных камней при разговоре о Genshin Impact к системе монетизации. Видео идет уже полтора часа, а заявленная во вступлении тема монетизации все так и не была затронута. Ну что ж, давайте наконец поговорим о том, из чего складывается маркетинговое предложение Genshin Impact. И тут все несколько сложнее, чем можно подумать. Дело вот в чем. Монетизация этой игры по-своему уникальна тем, что ее труднее ругать за те же вещи, за которые монетизацию обычно ругают. И именно по этой причине она является самой опасной. Genshin Impact по идее должна возглавлять расстрельный список игр с монетизациями, ведь тамошний донат основан на довольно искусных гача-механиках. Название это пошло от особых японских автоматов, которые человек заносит деньги и ему случайным образом выпадает шарик с, например, фигуркой внутри. То есть за деньги вы получаете только шанс вытянуть интересующую вас штуку, и коль скоро игра из КНР, то шанс выпадения это открытая информация, но к этому вернемся позже. Сам процесс, как правило, называется крутками или роллами. В случае с Геншином за деньги покупаются так называемые молитвы, при помощи которых можно вытягивать себе персонажей и оружие для них. Получение новых героев основной мотиватор донатить в игру. Некоторые также вкладывают деньги, дабы прокачать уже имеющихся персонажей до максимума. Стартовые товарищи довольно быстро приедаются и по сути единственный способ разнообразить игровой процесс в битвах выудить себе новых с новыми способностями и стилем атак. Ну и не забывать об оружии для них. Разумеется, геймеры в среднем по больнице не очень хорошо относятся к безудержному донату. Оно и не мудрено. Assassin's Creed, Battlefront 2 на релизе, Shadow of War, Diablo Immortal, Raid, донат, во всех этих и многих других проектах очень и очень легко ненавидеть. Он раздражает. Местами эти игры будто были сделаны так, чтобы геймеру было дискомфортно без вливаний денег. Иногда даже в уже вроде как купленный продукт. В отдельных, особенно запущенных случаях, приобретенные за реальные деньги товары можно тут же потерять, как в случае с премиум-орками из Shadow of War, которые могли просто предать незадачливого покупателя. Ну а если речь про условно-бесплатные проекты, то все в них будет украшено различными баннерами или раздражающей рекламой. Такие игры просты и приятно тыкать палкой. И всего этого в Genshin Impact нет. Для незнакомых с проектом людей это, возможно, будет удивительной информацией, но Genshin действительно не призывает занести деньги в проект каждые пять минут. Вы включаете лаунчер и не видите ни намека на донат. Вы заходите в главное меню и не видите услужливую кнопку с магазином. В самой игре вас не будут преследовать сообщения об акциях и специальных предложениях, а в обучении не будет этапа чуть ли не пошаговым вводом информации с карточки. Магазин теряется среди прочих кнопок всплывающего меню и совершенно никак не привлекает к себе внимания. Даже больше неподготовленный геймер первые десяток часов, а иногда даже первые сотни часов, после запуска может играть в Genshin с полным комфортом и уверенностью, что он-то умнее всех этих странных и непонятных людей, которые оставляют здесь тысячи долларов. В конце концов, это ведь сюжетный проект, там нет соревновательных механик, а если враги стали слишком опасными, то, повторимся, можно просто понизить сложность мира, если вы уже на пятом уровне сложности. Поначалу расходников и различных валют хватает. Лут валится из каждого сундука, а NPC готовы выдать бонус за каждый чих успевает только грести. Более того, в некоторых ивентах героев можно получать без необходимости крутить молитвы. Именно в такие моменты, когда игроку может показаться, что он переиграл казино, он наиболее уязвим. Genshin дает собой присытиться, почувствовать удовольствие от того, что получилось выудить нового героя бесплатно и вдоволь человек потратит все накопленные бесплатные молитвы и интересы ради наконец откроет злополучный его величество магазин. Здесь его уже будут поджидать самые разные предложения на любой карман. От некоторых ценников глаза полезут на лоб. Вместе с тем рядом с совсем уж баснословными будут располагаться вполне себе вменяемые опции, как то, например, покупка ежемесячной подписки за не такие уже большие деньги на фоне прочих предложений. Подписка позволяет получать необходимую для покупки молитв валюту просто за факт входа в игру. Этого хватит, чтобы минимально вытягивать хоть какого-то нового героя. Хочешь крутить больше? Гринди или плати? И часто геймер думает ну я ведь уже потратил на проект 20 или 30 часов своей жизни не заплатив ни копейки. Внесу эти несчастные несколько долларов, отблагодарю разработчиков, еще и получу что-то взамен. И вносит. Проходит месяц, второй, эта трата поначалу может и не ощущаться, не вызывать дискомфорт. Спустя несколько месяцев уже накапывает ощутимая сумма, из-за чего и игру бросать не особенно комфортно. Вы же заплатили за нее уже вон сколько? А тут как раз новое обновление с новыми баннерами. Интересно, ведь хочется попробовать. Таким образом, шаг за шагом, игра и затягивает в себя предрасположенных к подобным вещам людей. Но все это не отвечает нам на вопрос, какого черта в принципе кто-то готов покупать, пусть и прекрасно проработанный с точки зрения дизайна, но все же виртуальных персонажей. Чтобы ответить на этот вопрос, как обычно, зайдем издалека, к чему вы уже должны были привыкнуть. Британо-американский писатель Саймон Синак в одной из своих книг сформулировал достаточно емкое описание того, почему успешные компании вроде Apple становятся настолько успешными. Хотя многие из их устройств, которые в массе считаются инновационными, на самом деле таковыми не были и имели аналоги, созданные раньше. Именно у Apple лучше остальных получалось продавать их широким массам. Дело в том, что Apple продает не только товар, но и идею. Предложение в духе «Мы делаем хорошую и качественную технику, купите что-то у нас». Это рациональное, но плохая презентация, она не воодушевляет. Другое дело думать иначе, быть не таким, как все, отличаться. Вот вокруг чего Apple строит свое маркетинговое предложение. Особенно ярко этот аспект был выражен при жизни Джобса. Apple утверждает, что борются со статусом Кво путем создания уникальной инновационной техники с превосходным дизайном. Хочешь приобщиться к нашему противостоянию системе? Плати. Ты другой дружище, ты достоин лучшего, ты отличаешься от серой массы, докажи им всем. И люди покупают, потому что мало кому хочется быть среди обывателей, хочется выделяться. Разумеется, не все мотивированы подобными высокими идеями, но те, кто готов стоять сутки в очередях за новыми моделями в день начала распродаж, делают это совсем не потому, что им настолько срочно понадобилось обновить смартфон. Подобного рода почитания бренда, буквально поклонение ему, строится исключительно на эмоциях. Рациональный покупатель подтягивается уже следом. Разумеется, донат в Genshin Impact не сводится исключительно к круткам. В магазине можно приобретать в том числе расходники, ресурсы, оружие, опыт. Эдакий джентльменский набор условно-бесплатной видеоигры, но надобность в этом всем весьма условна и возникает она сильно не сразу. Лишь спустя пару десятков часов, вдруг оказывается, что бесплатные способы фарма опыта и ресурсов уже не настолько эффективны, как поначалу. Genshin очень медленно подбирается к этой переломной точке, но рано или поздно вам обязательно будет дискомфортно играть без хотя бы минимального вливания средств. Степень этого дискомфорта может разниться от игрока к игроку, но примерно к 30-40 рангу приключений Гринд уже начинает переходить из медитативного во фрустрирующий. Разумеется, это будет происходить только при условии, что вам есть дело до новых персонажей и их прогрессии. Самая банальная и очевидная причина, по которой игроку может быть не все равно, это базовое нежелание пропустить какой-то релевантный контент. Геншин ловко создает ощущение, будто только собрав как можно больше героев и как можно лучше прокачав их, вы сможете сделать свой игровой опыт наиболее полным. Тут же вступает в дело и фактор моды. Да-да, моды. К тому моменту, как геймер сознательно задумается о крутках и баннерах, он уже по описанным ранее причинам в какой-то мере будет вовлечен в сообщество вокруг проекта. И в этих самых сообществах актуальной темой всегда являются самые новые персонажи. Они центр обсуждения, про них рисуются новые арты, про них пишутся фанфики, их обсуждают, ругают, хвалят и прокачивают. Потому, чтобы не отставать от культурного движа, игроку, как правило, хочется именно актуальный набор героев. Героев, которые очень быстро устареют и им на смену придут другие. И так по кругу. Так вот, подобно тому, как Apple продает далеко не просто технику, а комплекс идей и целое мировоззрение, Genshin Impact продает далеко не персонажей как таковых. Genshin Impact продает любовь. Слоган «Михойё» буквально гласит «Гики Атаку спасут мир». Что за ними будущее, что это именно они смогут внести свой вклад в то, чтобы мир стал лучшим местом. И эта идея не нова. Буквально весь жанр аниме, известный ныне как Исикай, построен вокруг неё. В сущности своей Исикай это про попадание в иные миры в широком смысле. Обычный человек в фэнтезийных обстоятельствах. Подобных произведений масса. Формально под определение попадает даже Алиса в Зазеркалье. Герои обусловлен в первую очередь их подкованностью скажем так гиковских или даже задротских штуках. И только в них. В вещах, которые в современном азиатском обществе как правило не ведут ни к профессиональным успехам, ни к популярности. Короче, в том, что многим в реальном мире воспринимаются бесполезным, что разумеется вызывает чувство фрустрации у этих самых атаку, то есть людей, слабо приспособленных к общению и часто испытывающих трудности в социальной и уж тем более романтической жизни. Не нужно делать из этого понятия просто синоним слова гик. Это не так, это другое, несмотря на то, что сейчас и наблюдается эдакая нормализация термина и смена его смыслового наполнения. В своей классической интерпретации атаку это термин, который обозначает спектр людей с настоящими проблемами в обществе, карьере, отношениях. Выражены эти проблемы могут быть по-разному, но их наличие предполагается, ведь слово несет в себе преимущественно негативный окрас. И разработчики Genshin Impact как бы говорят этой уязвимой группе населения, что разделяют с ними их проблемы, что на самом деле за ними-то будущее. То, что является элементом астракизма, ими поднимается как знамя. При этом конкуренция в рамках общества в такой парадигме воспринимается как нежелательное, изматывающее и просто деструктивное. Михой Йо прекрасно понимает триггеры своей целевой аудитории, потому в Genshin отсутствуют подобного рода вещи. Атаку не смогут оказаться внизу конкурентные виртуальные среды, если не будет никакой конкурентной виртуальной среды. Вы не окажетесь на дне рейтинга, если у вас не будет рейтинга. Все внимание вместо этого уделяется персональному приключению и взаимодействию с персонажами, которые рады главному герою, рады в каждый момент своей жизни. И, разумеется, ничего из этого не работало бы, если бы не сами персонажи. Мало понимать желания целевой аудитории, нужно также знать, как именно продукт сможет обеспечить ее спрос. И такой продукт вайфу. Если совсем обобщать, то под этим словом атаку подразумевают персонажа, которому испытывают сильные чувства романтического характера. Как правило, речь о женском персонаже, что ясно из самого слова. Но обратный пример хасбенды также имеют место. Просто для преимущественно женской целевой аудитории у Михо Йо есть другой проект. Ошибкой будет сказать, что вайфу это просто герой или героиня, которая попадает в специфические фетиши и просто пришлась сильно по душе. Нет-нет-нет-нет, вайфу это уже определенная стадия подобного обожания, при которой персонаж воспринимается куда серьезнее. Статус вайфу предполагает, что человек захочет обладать вымышленным персонажем настолько, насколько это вообще возможно. Фигурки, докимакуры, арты, меч, идеальное знание всех деталей лоры и характера персонажа и в конце концов полная его прокачка, если это возможно. Само собой, честь любимого героя, все непременно нужно отстаивать там, где выпадает такая возможность. Например, на имиджбордах. Атаку в этом смысле действует примерно как футбольный фанат, который очень серьезно относится к любимому футбольному клубу, но при этом хочет его трахнуть. Тот же Гигук в своем ролике делает акцент как раз на вот этом последнем аспекте. Есть много причин, по которым пндж может стать достаточно ценным, чтобы вы его захотели. Например, через какое-то время в Арк Найтс я увидел этот баннер и подумал, чёрт, я хочу Тексас. У меня в команде был только четырехзвездочный авангард, и мне требовалась замена посильнее, а ещё она секси. И ещё я очень хотел Лапленд, потому что она одна из лучших гардов со способностью с Тайлэнс, что очень-очень полезно на поздних стадиях игры. А ещё она секси. А затем появился баннер Шварц, и тогда я мог бы без неё обойтись. Но она была в купальнике, и это был летний ивент, а ещё она секси. Такое восприятие гачи-игр, в общем-то, соответствует стереотипу о них, и до определенной степени действительно когда речь заходит о индивидуумах, в массе своей упомянутых Атаку, которые готовы не тратить, а именно инвестировать тысячи долларов в шанс наролить себе вайфу. Таким вот инвесторов обычно называют китами и шейхами, и их интенции часто немного глубже. Сейчас вот внимательно, окей? В данном случае речь именно об инвесторах, а не о нормисах, у которых Атаку это просто гики, а вайфу это просто ПНГ-тиан, которая нравится и в принципе есть желание погуглить с ней хентай. Да, кандидаты на роль вайфу, производство которых ми-хо-йо поставлено на поток, должны отвечать специфическим фетишем, что демонстрируется в одной из реплик в прологе. Но ни в коем случае нельзя переступать черту. Персонажи из произведений для взрослых редко становятся вайфу, потому эротизм подается очень дозированно, через детали одежды и только в той степени, в которой это соответствует характеру персонажей. Ну а количество каких-либо заскриптованных вызывающих ракурсов сравнительно невелико, что, впрочем, не мешает повернуть камеру определенным образом во время полетов или карабканья по скалам. Для многих уже это является какой-то жуткой пошлость, дело вкусов. К тому же, так как Genshin китайская видеоигра, у нас имеется возможность сравнить внешний вид персонажей на китайских и глобальных серверах. Разница невелика, но она показывает, какие границы очертила для разработчиков государства, а какие установили уже они сами. все это, конечно же, не значит, что в Genshin Impact совсем уж отсутствует сексуализация. Разумеется, она есть. Среди персонажей масса любительниц сеточек и капроновых колготок вместе с мини-юбками, а Лиза просто по своему характеру и звукам во время боя явно сигналит о том, для кого она была создана. К тому же, судя по трейлерам персонажей на официальном канале Genshin разработчики определенно знают, как важно вдохновлять создателей анимационных шедевров на желто-черном сайте. Ну а как минимум в англоязычной версии описания Гань Юй был рассказ о том, как монстр пытался ее сожрать, но подавился, недооценив объем ее талии. Другой вопрос, насколько этой всей сексуализации много в целом и не мешает ли она играть? Конечно, каждый определяет для себя сам. По нашей оценке чуть больше, чем в Overwatch, но меньше, чем в Azure Lane. Примерно на уровне Near Automata и DMC. Вербальных комментариев по этой теме также немного. Все оба раза, которые удается вспомнить, они были крайне кринжовыми. Как минимум, без одной из реплик в квесте про создание духов, игра бы явно обошлась. Но, как уже указывалось, неправильно было бы сводить вайфу только каратизму. Первичным является именно характер персонажей и модели их взаимоотношений с игроком. На ютубе есть замечательный полуторачасовой анализ Genshin Impact, сделанный блогером NeverKnowBest. И нет, наше видео это не перевод того ролика, можете сравнить. Тем не менее, англоязычный коллега крайне хорошо описал то, как выглядит хрестоматийный пример взаимоотношения персонажа и его потенциальный вайфу. Настолько хорошо, что тут его хочется процитировать почти что дословно. Он обратил внимание на то, как персонажи быстро становятся друзьями с игроком и как доверяют ему свои мечты и желания. С такой искренностью, на которую только аниме персонажи способны. Скажем, Аека поведает главному герою о том, что у нее никогда не было настоящих друзей из-за ее положения в обществе. И игрок может от лица своего аватара сказать, что он готов стать ее другом. На что девушка ответит Подобного, вероятно, не могло бы произойти в реальной жизни. Скорее всего, это было бы крайне неловко или чего хуже. Но не в Геншин Инпакт. В Геншин Инпакт это воспринимается абсолютно естественно, потому как мир игры соответствует такому же идеализированному образу искренности, как и все герои в нем. Позже игра предложит посетить вместе с Аякой фестиваль. Там она поймет, как сильно важна для остальных жителей Инадзум. В конце девушка и вовсе скажет, что хотела бы сходить на фестиваль снова. Вы ответите, что тоже хотели бы это повторить. После чего вы обсудите ваши семьи, и она исполнит перед вами танец под лунным небом. В конце концов, Аяка скажет вам, что она всегда будет ждать вас. Но вообще-то это ложь. Аяка не будет дожидаться пользователя, потому что перед этим нужно внести достаточное количество денег, чтобы разблокировать ее, как играбельного персонажа. Never Know Best использует эту зарисовку из жизни героев Геншин как очень хороший пример, который емко описывает, как устанавливается эмоциональная связь персонажей и игрока. Чем более высок его уровень впечатлительности, чем удачнее конкретный герой совпадает именно с его представлением об идеале, чем выше его потребность в эскапизме и эмоциональная неудовлетворенность, тем выше становится шанс, что пользователь захочет удержать эту связь всеми доступными способами. И услужливые разработчики дают возможность как бы продлить свое время с этим героем, получить шанс обладать им. Достаточно только заплатить. Именно поэтому такая модель монетизации потенциально является самой ужасной. Для атаку в классическом смысле этого термина, для людей с настоящими проблемами в обществе, тут есть куда большее пространство для рисков, чем в какой-нибудь условной Диабло. Ведь Геншин импакт очень умело создает впечатление, что она способна удовлетворить эмоциональный голод. Мы уже не говорим о том, что роль вайфу, как переходящее знамя, может передаваться от одного персонажа к другому, что может повторно запускать цикл обладания. Я, блядь, серьезно. Все кончено между нами. Без шуток. Я не думаю, что буду брать тебя в данж больше. Но ты вложил мне много часов гринда и много денег в прокачку. Я не думаю, что у тебя получится. Лучше поменяй мой билд. Я знаю, что потратил много времени и денег. Я думал об этом. Оставь себе. Ты правда серьезно, да? Да. Что насчет прошлого? Нашего прошлого? Новая сюжетная арка интереснее. Это бесчеловечно. Нет, я на связи с человечностью. И именно тут кроется причина, по которой монетизацию Геншин до такой степени трудно критиковать. Ведь что такое критика монетизации? Зачем вообще это делать? Обычно мотивы самые, что ни на есть благородные. Показать сомневающимся, равнодушным или активным участником всех этих процессов, что такая модель потребления пагубна. Для их финансового состояния, для самочувствия падких на азарт людей, пагубна для самих видеоигр, в конце концов. Критика, таким образом, должна повысить культуру потребления в Восточной Европе. Но Геншин и прочие игры с гачемеханиками не воспринимаются изначально как что-то достойное внимания или разбора, они воспринимаются как «Заведомо плохие видеоигры». Таким образом, усредненная критика, обращенная к фанатам, звучит примерно следующим образом. «Игра, на которую ты потратил сотню часов – дерьмо. Перестань бесконтрольно тратить на нее свои деньги. Не будь идиотом». Даже если это было бы чистой правдой, прислушивается ли к таким советам человек, уже вовлеченный в игровой процесс? В 2018 году на YouTube канале Wall Street Journal вышел короткий материал о геймере, который потратил 70 тысяч долларов на Fade Grand Order. Он и подобные ему останутся глухи к описанному выше сообщению, потому что, во-первых, они не считают эти игры дерьмом. Во-вторых, эти игры дерьмом не являются. И, наконец, в-третьих, никому не нравится оскорбление. Выходит, что никакие конструктивные цели не достигаются. Происходит, скорее, даже обратный процесс, при котором незнакомый с проектом человек, услышав подобного рода экспериментальную квазиоценку, запустит игру самостоятельно и с удивлением для себя увлечется. Он начнет думать, а может про геншин все врут? Может и монетизация тут не так и страшна? Тут же можно возразить, мол, не очень-то и жалко таких товарищей. Если человека нужно убеждать не тратить тысячи долларов на виртуального персонажа, то ему уже ничего не поможет. Мы с такой позицией не согласны. Дело даже не в убеждении как таковом, а в последовательном информировании, в предотвращении ситуации, при которой человек обнаруживает, что он, будучи на кураже, потратил все свои сбережения. Это особенно важно на фоне того, что в последнее время рекламная кампания по продвижению Геншин Импакт заметно усилилась. Мы не подразумеваем, что рекламировать Геншин это зло. Напротив, игра-то отличная по перечисленным выше причинам. Но, тем не менее, средний геймер в наших краях с гача-проектами знаком куда меньше, чем средний китайский геймер, например. Да, конечно, на просторах Восточной Европы куда меньше людей готовых инвестировать сотни Бена Франклина в китайскую рулетку. Но плюс-минус те же механики работают даже в том случае, если слово атаку лично к вам неприменимо. На вас все равно может сработать гринд, рулетка, эмоциональная привязанность, желание закрыть всю бездну и прокачать все, что можно прокачать. Просто, быть может, в куда меньшей степени, но не нужно думать, что вы наверняка умнее казино и уж точно никогда не попадетесь. Это разработчики Геншин Импакт умнее казино, а вы, скорее всего, нет. И в тот самый момент, когда вы из гордости или из самоуверенности подумаете иначе, то тут же превратитесь в потенциального инвестора в тян. При этом, конечно же, не каждый, кто донатит в Геншин умеренные суммы, обязательно оставит там квартиру. В нее можно играть с комфортом и ограниченным донатом. В этом нет ничего плохого и не за что осуждать людей, которые в свое удовольствие и держа себя в руках, получают приятное времяпровождение за разумные деньги. Тем не менее, все, кто уже слил в игру огромные суммы, начинали с умеренных трат. Нужно держать эту мысль в голове. Чтобы не быть совсем уж голословным, давайте пробежимся по цифрам, тем более, что в интернете хватает попыток подсчитать, во сколько же та самая любовь, продаваемая в Геншин, может вам обойтись. Благо, как указывалось ранее, так как игра родом из КНР, то информация о шансах дропа достаточно открыта. Внимание! Будет много цифр, так что следите за руками. Итак, роли Тигра предлагает при помощи баннеров. Это специальное предложение с разным наполнением. Где-то можно вытянуть одних героев, где-то других. Есть постоянные баннеры, а есть временные, приуроченные к какому-то событию. Персонажи, оружие и артефакты отличаются между собой в том числе по количеству звезд. От трех до пяти. Соответственно, чем больше звезд, тем меньше шанс выпадения. Чтобы участвовать в этом празднике жизни, необходима специальная валюта — примагемы. За нее покупают так называемые встречи, а уже за них те самые молитвы. Валюту эту можно получать в ходе игрового процесса, но в очень ограниченном количестве. Если есть желание получать чуть больше, то можно приобрести месячную подписку за вполне разумные деньги или же докупить как бы на развес, но это уже выйдет в копеечку. Каждая молитва стоит 160 примагемов, так что покупать их придется много. Это теория. База. Давайте теперь перейдем к практике. Предположим, что у игрока есть некоторое количество валюты. Он покупает встречи и начинается процесс круток. Базовая вероятность получения пятизвездочного персонажа с первой крутки равна 0,6%, а четырехзвездочного — 5,1%. Звучит не особенно впечатляюще, но тут вступает в дело так называемая система гарантов. С каждой трехзвездочной круткой шанс вытянуть что-то четырех или пятизвездочное повышается, пока не упрется вожделенные 100%. Таким образом, система гарантирует, что хотя бы раз в 10 круток игрок будет получать что-то четырехзвездочное, а минимум один раз за 90 попыток пятизвездочное. Опять же, держите в уме, что присутствует элемент случайности. Вам может что-то выпустить и спустя 12 или 35 роллов. Не обязательно тянуть все 90. Вполне может быть, что получится и два раза подряд вытянуть пятизвездочного героя. Поверил. Ну и бредятина. Скорее всего, за такую удачливость кому-то придется задонатить душу, но тем не менее мизерный шанс всегда присутствует. Если просуммировать, то получится, что консолидированная вероятность выпадения пятизвезд 1,6%, а 4-х 13%. Уже упомянутый блогер Never Know Best, к видео, которого мы снова обратимся, подсчитал, что таким образом в среднем необходимо потратить 1230 примагемов на 4-х звездочного персонажа или предмет и 10 тысяч на 5-х звездочного. Но сколько это в реальных деньгах? Месячная подписка на момент написания этого текста стоит 5 долларов. Она дает 2700 примагем и 300 кристаллов. Кристаллы это другая валюта, призванная запутать геймера. Валют и ресурсов в геншине полно, с этим просто придется уживаться. Но для наших расчетов предположим, что все кристаллы вы поменяли на примагемы. В сумме получается 3000 примагемов за подписку. Выходит, что курс примагема к доллару 1 к 600. Следовательно, за 4 звезды вы заплатите в среднем 2 доллара, а за 5 16 долларов и 70 центов. Пока что все выглядит не так печально, но давайте углубимся дальше. Ведь это расчеты, выстроенные вокруг стоимости месячной подписки. Но тут, как в известном анекдоте, есть нюанс. Все эти примагемы вы получаете не сразу, а в течение 30 суток, пока длится подписка. Хотите получить все ежедневные бонусы за нее? Заходите каждый божий день, как на работу. Пропустили какой-то из дней? Поздравляем, вы прощелкали бонус за сегодня, и вам его никто не возместит. В теории вы можете купить подписку хоть 2, хоть 3, хоть 10 раз за месяц, но ежедневный бонус не увеличится, а длительность подписки хоть и суммируется, но все равно не будет превышать 180 дней. Вы готовы заходить в Genshin 180 дней к ряду? Если да, то расскажите нам о себе. И нет, это не риторический прием. На самом деле интересно, кто вы и чем занимаетесь? Но без относительно этого в сухом остатке Genshin Impact всегда остается выигрыше и покупать скопом сразу несколько подписок не имеет разумного с нашей точки зрения смысла. Но что если вам мало этих 3000 примагемов? Что если вы хотите ролить чаще и сразу, а не ждать, пока примагемы накопятся? Тогда придется брать их на развес. Если отталкиваться от самой выгодной позиции в магазине, то естественно и курс примагемов к доллару разительно изменится. Было доллар к 600, а стало доллар к 80. По данному курсу за 4-х звездочную крутку вы заплатите 15 долларов, а за 5 звезд уже почти 124. Но не спешите возмущаться. Как верно указывает наш коллега, это средняя цена за любые 4 и 5 звезд, но не за конкретных персонажей или оружия. Чтобы игрок вытянул какого-то конкретно интересного именно ему героя, придется крутить баннер с этим персонажем или надеяться на его выпадение из стандартного баннера. Но вот какое дело. Если персонаж изображен на баннере, то это только повышает шанс дропа, не более. Это значит, что первым полученным 5 звездочным персонажем с вероятностью в 50% окажется эксклюзивный персонаж для этого баннера. Если же первый полученный 5 звездочный герой не один из пересчисленных на баннере, то уже следующий выпавший с 5 звездами гарантированно окажется им. Вроде как. Ну теоретически. В интернете есть масса видео и комментариев от людей, которые проигрывали 50 на 50 больше одного раза подряд. Эта система натурально уничтожает менталочку даже, казалось бы, не самых вовлеченных геймеров. Представьте, вы потратили десятки часов на грин, накопили сотню молитв и в итоге вместо интересного вам персонажа получаете ци-ци. Разумеется, у вас образовывается неудовлетворенная потребность, которую хочется тут же закрыть при помощи кошелька. Так как система 50 на 50 статистически влияет на цену? Да хрен его знает, потому что непонятно, как считать вероятность выпадения. Казалось бы, система кажется открытой, проценты, вот они, все перед глазами, но при этом запутаться в них слишком легко. Система настолько перегружена взаимодополняемыми условиями, что в ней невозможно просто так разобраться. Вычисление процентов и вероятности на основе произведенных роллов это настолько важная составляющая для многих донатеров Genshin Impact, что игра позволяет просматривать историю роллов. К тому же нужно учитывать, что помимо жесткого стопроцентного гаранта на 90-м ролле существует также так называемый мягкий гарант. Он работает примерно с 75-й по 89-ю крутку. В этот промежуток шанс выпадения чего-то пятизвездочного существенно повышается до приблизительно 20%, но еще не равен 100, как при жестком гаранте. Звучит сложно и запутанно? Да, весьма. Поэтому в Genshin Impact новички в первую очередь сталкиваются со специальным баннером «Молитва новичка». Там шансы выпадения немного отличаются в лучшую сторону, да и стоят эти молитвы дешевле. Вследствие чего многие даже пересоздают аккаунты, чтобы постараться вытянуть из этого баннера что-то получше, но так делают только уже прошаренные геймеры. Обычные новички при активной игре рано или поздно столкнутся с суровой действительностью, при которой они полезут в гайды и начнут разбираться с преснопамятной системой гарантов и во всех ее хитросплетениях. Есть даже специальные отдельные программы и приложения для мобильных телефонов, которые имитируют исключительно гачи-механику из геншин. Так сказать, для ознакомительных круток. Причем, если к десктопным и браузерным версиям таких симуляторов гачи вопросов как таковых нет, берешь и крутишь сколько твоей душе угодно, то вот мобильные приложения сделали те еще спекулянты. Просто потому, что примагемы там, представьте себе, не бесплатные. Для их получения надо смотреть рекламу. Тем не менее, такого рода программы дают представление о функционировании гачи, что само по себе полезно для исследовательских целей и сохранности кошелька. Если вы думали, что на этом все и мы уперлись в самое дно, то нет. Ведь у гачи-механики Геншин импакт припасен еще один туз в рукаве. Все потому, что мало просто взять и вытянуть персонажа, его еще можно прокачивать посредством открытия так называемых созвездий. У каждого героя есть шесть созвездий, за открытие которых он получает дополнительные бонусы. Угадайте, как их открывать? Правильно нужно вытянуть дубликат желаемого героя. То есть, мало того, что геймеру должна улыбнуться удача при попытках наролить себе интересующего персонажа, она должна улыбнуться ему семь раз, если тот намерен полностью прокачать любимчика. Да, для большинства людей это совершенно ненужная опция. Опять же, повторимся, ПВП в Геншин импакт нет, любые соревновательные элементы отсутствуют, а уровень опасности мира можно понизить. Исключения составляют только подземелья. Так что, главный мотиватор прокачивания любимого персонажа Даталова появляется в первую очередь тогда, когда этот персонаж становится для кого-то вайфу. То есть, речь про абсолютно иррациональную мотивацию и манипуляцию эмоциями тех самых Атаку, которые будут править миром. Но как они будут править миром без денег, одной только компартии Китая известны. Где мои деньги? Другой блогер под ником Тентен написал скрипт для подсчета стоимости открытия созвездий для пятизвездочного персонажа. На это уйдет более сотни тысяч примагемов или около полутора тысячи долларов. В качестве своеобразного оправдания механики созвездий можно услышать следующее. Мол, созвездия нужны не для высасывания дополнительных денег, а для того, чтобы было куда сливать дубли. Ну вот попался вам пятизвездочный делюк, например, а вот он еще раз вам попался, а потом еще несколько раз. Уверены, ситуация многим знакомая. Обидно ведь? Обидно, конечно, даже раздражает. И вот якобы, чтобы такие дубликаты мертвым грузом в инвентаре не лежали, их можно потратить на прокачку этого героя путем открытия созвездий. Звучит вроде бы логично, только вот это оправдание совершенно не выдерживает критики. Если разработчики так сильно обеспокоены тем, что кому-то будет грустно и неприятно от получения дубликата в их гачи, то они могли бы в любой момент убрать возможность получения долбанных дубликатов в их рулетке. И не надо никаких созвездий городить сверху. Но созвездия есть, дубликаты для их прокачки есть, а вместе с ними есть и донат. Интересно, что когда у персонажа все же открываются все звезды, то при получении дубликата он конвертируется в одну из валют. Представляете? Оказывается, и так можно было. Стоит как бы между делом отметить, что дубликаты вытягиваются не только из молитв, но их еще можно иногда купить в магазине или вытянуть из ивентов, а главный герой так и вовсе прокачивает звезды путем повышения ранга аккаунта и выполнения квестов, но это детали, которые на общем фоне кажутся менее существенными. Что же кажется нам действительно существенным? А то, что в год в Геншин Импакт появляется около 13 персонажей, что приводит нас к ориентировочной сумме в 19 тысяч долларов, для того, чтобы открыть и прокачать каждого из них путем вытягивания дублей из гачи. Это без учета оружия и артефактов. Парадоксальным образом большое количество персонажей, полученных при помощи денег, ставит игрока в менее выгодное положение, ведь их всех нужно прокачивать, а на это нужны внутриигровые финансы, иногда вполне себе настоящие финансы. Очевидно, что это ресурсы, которые не каждый сможет тратить в таких количествах. Если вы не готовы гриндить, этот проект не для вас. В какой-то момент Genshin Impact выглядит как экономический симулятор, в рамках которого вам нужно добывать массу расходников и заранее планировать свои траты и экономить отдельные ресурсы в ожидании баннеров с интересными вам персонажами. Имеет смысл идти в интернет и интересоваться у сообществ, на что способны те или иные герои, которые вам попались, просто чтобы избежать ненужных трат. Если всего этого не делать и не учитывать, то вы или не успеете их получить за ограниченное время действия баннера, или не сможете их прокачать за разумное количество времени. К примеру, очень многие самозаввенно прокачивают главного героя, но к излету сотого часа игроки с удивлением для себя обнаруживают, что это было зря, так как парадоксальным образом главным героем попросту очень редко играют. Потому что в Genshin Impact центральный персонаж всей истории не очень, как бы контринтуитивно это не звучало. Вопреки тому, что мы видим в сюжетных роликах, он или она в реальном бою отстают от своих коллег по отряду. К тому же их дизайн можно смело назвать крайне блеклым, а тот факт, что главный герой в Genshin нем как рыба никак не добавляет мотивации им управлять. Это такая характерная черта для гачи-игр, в которых есть персонажи, олицетворяющие геймера. С точки зрения истории по характеру они и должны быть пустышками, чтобы любой человек мог себя с ним ассоциировать, а с точки зрения геймплея их нет смысла делать по-настоящему хорошими, ведь они бесплатные. Если это такая стратегия по неораскулачиванию, то наши аплодисменты находчивости КПК, конечно. Надеемся, что кто-то получил за это свой миска-рис, кошка-жена и плюс 100 к социальному рейтингу. Нефритовый стержень хи может вами гордиться. Мы нет. Как много ты сливал на вайфу? Сэр? Как много ты сливал на вайфу? Я не знаю, не могу сказать. Крути баннер. Крутить? На какую тян? Просто крути. Ну, я должен знать, какую тян я пытаюсь наролить тут. Ты должен крутить. Я не могу сделать крутку вместо тебя, иначе это будет нечестно. Но я не купил примагемы. Нет, ты купил. Ты потратил все свои сбережения, просто не знал об этом. Но, послушайте, я должен знать, кого я вытягиваю. Лучшую тян. Это как? У тебя есть шанс вытянуть лучшую тян. Делай крутку. Хорошо. Молимся тогда. Отлично. Не гугли хентай с ней. Сэр? Не гугли хентай. Это твоя новая вайфа. Но что еще делать? Гугли что угодно, кроме хентая. Иначе трепет пройдет и вайфу станет просто пикселями на экране. Кем она и является. Является ли Геншин при всем этом хорошей игрой? Да, определенно является. Как к игре, тем более мобильной, у нас к ней очень мало претензий, если вы обратили внимание. Она дарит ощущение волшебства, она увлекает, расслабляет, и ее есть за что искренне любить. В ее мире хочется жить, ее персонажи и истории являются идеальным образчиком сказочности, который хочется подыграть, а музыкальное сопровождение чуть ли не одно из лучших в видеоиграх в принципе. Геншин Инпакт позволяет собой наслаждаться, полностью игнорируя монетизацию. Ну, или почти. Игра дает некоторое количество персонажей бесплатно. Какое-то количество героев можно изредка вытягивать просто так, даже не задумываясь о финансовых вложениях, но уделяя время гринду. Будем откровенны, количество звездочек или в особенности созвездия не настолько сильно отражаются на игровом процессе. Все, что Геншин Инпакт пытается продать, на самом деле не так и нужно для того, чтобы наслаждаться историей, открытым миром, музыкой, приятным и медитативным игровым процессом. Тем не менее, как бы мы ни пытались абстрагироваться от этого, такая монетизация работает со звериной эффективностью. Она нацелена на человеческие слабости, и осознание этого факта должно отрезвить вас, вернуть к реальности. Мы не знаем, кто именно сейчас смотрит этот видеоролик. Судя по статистике, основная наша аудитория состоит из людей возрастом от 25 до 34 лет. Вы взрослые личности. Вы сами вольны принимать решения о том, куда стоит тратить деньги, а куда нет. И не нам учить вас финансовой грамотности в ролике о Геншин Инпакт. Гатча монетизация вполне возможно никак вас не впечатлит, и вы не являетесь теми, кто находится в зоне риска потери своих сбережений. Впрочем, вряд ли кто-то, кто таки потерял свои сбережения в видеоигре, планировал это. Не так ли? К сожалению, в эти умело расставленные сети попадают не только пресловутые киты, криптоинвесторы, успешные трейдеры и NFT-миллионеры, но и обычные люди. В своем видео уже упомянутый нами ютубер NeverKnowBest приводит следующие суждения. Гатча и восточная нацеленность на фри-ту-плей не являются антологически злыми. Не каждый может позволить себе потратить 70 долларов на видеоигру, которая вполне возможно не оправдает возложенных на нее ожиданий. На Западе развитой является культура предзаказов. Культура оплачивать полную стоимость и ждать за это законченный продукт. Но в особенности в Китае люди не привыкли платить деньги за видеоигры таким образом. Они получают их бесплатно и не готовы менять свои потребительские сценарии. Действительно, есть определенная логика в том, чтобы платить разработчикам видеоигры только тогда, когда ты начинаешь получать от нее удовольствие. Тем более, что, как мы все недавно убедились, даже заплатив за проект полную стоимость, геймер им совершенно не владеет, и разработчик может его просто отобрать. В рамках фри-то-плей системы невозможно обмануться привлекательным маркетингом. Разработчики вынуждены мотивировать людей платить за проект не при помощи голливудских звезд или интеграции популярных блогеров, а при помощи видеоигровых механик. Ситуация становится еще менее однозначной, когда мы начинаем вспоминать, что даже в проекты за полную стоимость на западе начинают проникать азартные механики. Если нет разницы, где тобой манипулируют, то действительно, зачем платить больше? Тем более, что гача-система в общем-то помогает выстраивать определенный уровень связи с героями, ведь они не достались просто так. Их получение связано с везением и временем, потраченным на гринд, иногда оно связано и с вложенными деньгами. В общем, люди ценят то, к чему они прикладывают усилия, и это само собой способствует погружению и вовлечению. Действительно, взгляните на стримы людей, которые ролят персонажей. Они счастливы. И это интересный взгляд на гачу и такого рода монетизацию. Тем не менее, все перечисленные плюсы так или иначе упрощают доступ к гача-играм для тех, кто не обладает достаточной финансовой дисциплиной, чтобы противостоять соблазну обладать любимым героем. Да, западная система покупки законченных игр за полную стоимость бывает преподносит нам неприятные сюрпризы. Но она же служит предохранителем. Цена за вход и сам процесс осмысленной покупки товара заявленными качествами воспитывает. Ведь следом можно отрефлексировать, удачны ли были потрачены деньги, соответствует ли продукт своей стоимости. В отличие от абстрактного приобретения эмоций посредством прокачки персонажей. Ведь эмоции всегда яркие поначалу, но они всегда проходят, и человеку требуется новая порция. Это куда труднее отрефлексировать за собой, как нам кажется. В конце концов, если геншин обладает качествами, которые позволяют сравнивать его с алкоголем или сигаретами, то тут определенно есть пространство для беспокойства. Наша жизнь конечна, наше время ограничено, и потому в самом деле имеет смысл рассматривать видеоигры в том числе и как инвестицию. Получите ли вы удовольствие и впечатление от видеоигры эквивалентны ее средней стоимости в 70 долларов? Иногда да, иногда нет. Зависит от видеоигры. Получите ли вы удовольствие и впечатление эквивалентны полуторам тысячам долларов на полную прокачку персонажей и его созвездий в Геншин Импакт? Просто для того, чтобы заниматься однообразным гриндом за рамками сюжетной линии? Нет. Если только вы не настолько богаты, что тратите такие деньги каждый день. Как можно догадаться, таких людей в мире не так много, и большая часть аудитории игры куда попроще. В конце мы бы хотели обратиться к тем людям, которые уже играют в Геншин достаточное количество времени и, возможно, испытывают некоторые проблемы с самоконтролем. Если это с вами случилось, или вы чувствуете, что близки к такому состоянию, то это отнюдь не делает вас хуже. Это значит только то, что разработчики отлично знают свое дело. Очень жаль бросать то, во что уже было вложено столько времени, сил и денег. Кажется, будто отказавшись от ежедневного входа в игру, все потраченные часы тут же обесцениваются. Кажется, что если не пользоваться такими с трудом добытыми героями, то они превращаются в ничего не значащие текстуры нули и единицы. Кажется, будто каждая новая игровая сессия сама по себе подтверждает важность всех прочих, но это не так. Даже если вы потратили сотни или тысячи долларов, это совершенно не обязывает вас продолжать тратить еще. Вы уже получили за эти деньги тот набор эмоций, которые игра могла предложить и новые вложения не дадут вам большего. Иногда очень стыдно признаваться себе, что не каждая инвестиция себя оправдала. Вам не повезло, вы оказались целевой аудитории проекта, очень качественного, увлекательного, но опасного проекта. Так уж получается, что атаку не спасут мир, если они потратят все свои силы на Геншин импакт. Почему я швозил у тебя стул, как думаешь? Я не знаю. Конечно знаешь. Гарант? Мягкий или жесткий? Я не знаю. Начинай считать. Пять, шесть, семь, читай, паки, по десять, глаза сюда. Один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, один, два, три, четыре. Это был мягкий или жесткий гарант? Не знаю. Считай опять. Один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, один, два, мягкий или жесткий? Мягкий. Так ты знаешь разницу. Венти, тебя побери. Ты слил нахрен все примогены? Я что, похож на молитву новичка? Что ж, спасибо вам, что потратили свои силы и время на просмотр данного видео. Надеемся, что это того стоило, и общая скомканность материала вас не сильно смутила. Ну а сейчас встаем, делаем небольшую зарядку, разминаем плечи и шею, потому что настало время взять себя в руки и сказать спасибо тем, кто поддерживает канал финансово. А отдельно зачитываем ники следующих людей. Роман Костин, Владислав Гусев, Семен Ильцов, Animal From Barrow, Matt Torch, PSP, Snow Maze, Personal Smile, SD Demon, Теодор Ейке, Валентин Сорокин, Валерий Михалапов, Иван Иванов, Танчик, Onis, Just Rick, Олег Kill the Cat, Shelby, Bojack, Александр Аусаленко, Anonymous, Ирина Тендер, Александр Занько, Евгений Пархоменко, Игорь Бука, Алекс Кэт, Марина Анисина, Ирина Крысина, Валентин Михлер, Ингвард Длинный, Владимир Викторов, Антон Назаров, Реван, Слава Тетиев, Дарья Матлах, Инидекс, Майк Кланин, Фанина Занина, Федор Жанов, Алексей Антонов, Ярослав Белоусов, Нантерфал, Вилл Хантинг, Никита Бронников, Бла-Бла, Игорь Керничный, Лиседмал, Адам Забродский, Симеон Шварц, Стас Иванов, Владимир Черепан, Дартаан, Александр Подчасов, Арми Вулф, Григорий Ревенко, Виктор Трофим, Юрий Лапшин, Иван Романов, Край Хавок Армор, Эдуард Матченко, Спирит Хероу, Косарев Юрий, Михаил Шумилов, Константин Лукьян, Юлия Новикова, Хемик, Николай Табаков, Артём Монгилёв, Юрий Домничев, Оксана Яковлева, Крис Темпер, Руслан, Владимир Плохих, Empty Child, Алексей Терентьев, Snowmaze, Шапкис, Сергей Вагабов, Алекс 03бай, Кулевский Сергей, Мэдлин Эшер, Дмитрий Кокорин, Personal Smile, Кирилл Катунин. Девушки отдыхают, Продолжение следует... В качестве постскриптума хочется сделать небольшую ремарку для тех, кто досматривает видео до самого-самого конца. Немного познакомившись с разными сторонами сообщества Геншина, мы можем предвосхитить некоторые комментарии. Во-первых, есть заметный процент ядерной аудитории игры, среди которой можно услышать утверждение, мол, нельзя делать анализ Геншин Импакт, если не наиграно 500 часов, или 1000 часов, или 1500, и если не прокачано 10 5-звездочных персонажей с открытием всех созвездий. Или если мы не видели лично все сюжетные ивенты, начиная с версии 1.0. Или если мы не играли еще с китайской беты. На все эти тезисы у нас есть один ультимативный контраргумент, который обосновывает, почему без всего этого можно рассуждать о Геншин Импакт. Готовы? Потому что... Серьезно, просто потому что. Геймплейный цикл Геншина, к сожалению или к счастью, не особенно меняется. Какой он был на 10-м часу, таким он и остался на 100-м и 200-м. Да, меняются персонажи, сюжет, квесты, локации, ивенты привносят какие-то временные механики, что имеет значение. Но! Стоящее в основе всего пусть и увлекательное, но все же гринд, а также гачи и взаимодействие стихий остаются плюс-минус прежними. Можете забрать нашу миска рис и кошка-жена за это, товарищ нефритовый стержень. Партия будет стыдиться. И тем не менее, обещаем, если мы доживем до тысячного часа игрового процесса, после чего у нас откроется третий глаз и Геншин как-то кардинально изменится в этот момент, мы сделаем про это ролик. Только текущее видео менее актуальным для новых игроков от этого не станет, ведь первые три региона уже не изменятся по своему наполнению. Это буквально причина, по которой данный анализ у нас назван кратким, а не полным. Впрочем, а это уже во-вторых, возможно, еще одно видео действительно придется делать в любом случае, так как чем дальше в лес, тем больше у Геншина проблем. Как-то, например, переизбыток персонажей. План по релизу новых регионов расписан до 2025 года, к тому времени количество героев приблизится к сотне, а баланс уже сейчас наладан дышит. Или взять те же артефакты, которые уже даже важнее, чем уровень прокачки, и описание их свойств слишком переусложнено и вскоре не будет помещаться в окошке. Или же упомянутые сюжетные ивенты, которые превращаются в стену, повышающую порог входа для новых игроков. Не меньше печалит и игнорирование ми-хо-йо кооперативных активностей. Ну и, наконец, эндгейн-контент, которого, по сути, нет. Условия в бездне становятся все более и более абсурдно сложными, но качественным образом ничего не меняется. Этого хватает для первых нескольких сотен часов, но хватит ли этого подхода до 2025 года? Страшно представить, как будет выглядеть прогрессия к тому времени. Впрочем, есть шанс, что в сумеру что-то уже поправили, привнеся в игровой процесс дендро-стихию, но мы пока не проверяли. Ну и в-четвертых, даже за вычетом ивентов Геншин несколько страдает от переизбытка всяких штук. Гринд вроде как достаточно аддиктивный, это правда, тем не менее, чем больше в игру добавляется, тем больше она страдает под собственным весом. В один прекрасный момент Геншин Импакт презентует геймеру возможность обустраивать собственный дом и прилегающий к нему клочок земли. Без малого урезанный симс внутри вашей гачи. Целое поместье, в котором можно поселить любимых тян. Разве это не прекрасно? Прекрасно, конечно. До той поры, пока не приходит осознание, что это, разумеется, еще одна черная дыра для Гринда с еще одной собственной валютой. То есть в перерывах между ежедневными заданиями, бездной, боссами, боевым пропуском, рыбалкой, артефактами, гачи, а также такой незначительной мелочью как сюжет, Геншин предлагает как бы между делом валить лес, чтобы прокачать свою берлогу. А ведь бонусы за прокачку жилища достаточно хорошие, чтобы обратить на них внимание. Ну окей, предположим, что вы действительно крупно вложились трудоднями в Геншин Импакт и начали пылесосить первые два региона за обе щеки. Накопили примагемов и, наконец, приступили к раскрутке гачи. Разумеется, средний геймер не дурак и, как правило, начинает крутить нестандартные баннеры, а какие-то из лимитированных, ведь на них изображены любопытные герои. Эти герои, очевидно, актуальны, а срок действия баннера вот-вот истекает. Предположим, что это баннер с персонажем из свежевышедшего региона Сумеру. Вы крутите, срабатывают гаранты, вам выпадают изображенные персонажи, все отлично. Скорее всего, вам даже удастся вытянуть пятизвездочного персонажа, уникального для этого баннера, и вы будете полностью собой удовлетворены. До того самого момента, пока не узнаете, что вы, возможно, не сможете вдоволь поиграть в то, что с таким трудом вытягивали, ведь вы не сможете прокачать этих героев, пока не получите специфические ресурсы, какую-то проклятую траву и фрукт. Почему? Потому что все это барахло растет исключительно в родном регионе данных персонажей, до которого сюжетно вы еще не доросли. Казалось бы, в этот самый момент вам на помощь должен прийти хотя бы донат, но нет, не будет в донатном магазине этих ресурсов. Вот и получается, что вроде как герои у вас есть, они интересные, но играть вы ими не сможете еще довольно-таки долго. Вам предстоит пройти 9 кругов гринды и прокачки старых героев, чтобы с комфортом дойти до искомого региона и вдоволь погриндить для прокачки уже новых персонажей, которые вам когда-то выпали из баннера. Опять же, как это будет выглядеть через год или два? Представьте, что новоприбывший геймер вытягивает из рулетки персонажа, которым не сможет толком поиграть в лучшем случае следующие 3, 4 или вовсе 5 сотен часов. Охренеть. 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 Короче говоря, мы выдвигаем смелую теорию, что спустя время после выхода аниме разработчики могут предложить новоприбывшим геймерам какой-то способ просто скипнуть первые регионы или проходить их как-то, ну, быстрее, потому что в противном случае разрыв между новыми геймерами и теми, кто уже смешарики, будет слишком трудно преодолим. Мало у кого найдется лишний месяц-два на безвылазный грин, чтобы догнать актуальный контент. Думаем, в этом отношении Михаё придется обратить внимание на опыт World of Warcraft. Тут же можно возразить, дескать, просто игнорируйте механики, которые не нравятся или тяготят. Справедливо. Но хотелось бы, чтобы проект был более сбалансирован внутри и кривая прогрессии не была столь травмоопасной для нервов. Но вот возьмем самое простое – прокачку на более поздних этапах. В какой-то момент возникает желание буквально взять листочек и карандаш, да безудержно начать считать совокупные проценты от артефактов и бонусы, которые накладывают персонажи друг на друга. Необходимо постоянно перебирать артефакты, переодевать героев и жонглировать билдами, если вы решили сменить кого-то в отряде. Да, это душновато. Но знаете, что делает этот процесс просто невыносимым? Тот факт, что разработчики до сих пор не смогли придумать удобного способа сохранять где-то шаблонный набор артефактов для конкретных героев, чтобы по нажатию одной кнопки этот сет менять, как шаблоны отрядов. Нет же, вместо этого извольте тыкать в каждый по отдельности, и не то, чтобы интерфейс особенно к этому располагал. Всё это имеет смысл очень подробно обсудить более детально, с нюансными примерами, аргументами и впечатлениями уже от нового региона. И всё это обязательно будет, только при условии, что игра не будет нами торжественно дропнута. Сейчас же краткий анализ Genshin Impact торжественно окончен. И да, надеемся, вам понравились ставки с переозвученными фильмами. К сожалению, пришлось их засовывать под помехи, чтобы авторское право не било нас по голове. Но в паблике мы выложим их в хорошем качестве. Так что, если хотите их отдельно куда-то запостить, то можете дождаться нормальную версию там. Выложим спустя несколько дней. В конце концов, нам надо отдохнуть немного. Пока можете написать, какая вам больше понравилась. Ну а после нас ждёт работа над второй частью видео про героев. А вас ждут другие наши короткие и очень ёмкие материалы на канале. Там и услышимся. Но перед этим воспользуйтесь минуткой-передышкой, чтобы оставить под этим роликом ваш лайк и комментарий. Не живите одной вайфу, живите многими. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok